Супер Эй, могу я тебя поспрашивать вообще, чем ты занимаешься? Постой Крати По группе секретов Первый раз рисую так, чтобы ты не усмарилась Это лоткий стрим, залышь Сигра Сядь по куче подписчиков на ютубе Что-то игра Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Джордж лучше, да просто написано, но ты можешь подумать, ну как бы по-английски, как-то не знаю, транслитом читать проще Георгий, хотя не знаю, может быть и Джордж тоже, наверное, так читается. В общем, короче, я с Джорджем знаком очень давно, поэтому я знаю, что Джордж. Вот, ребят, все, кто к нам присоединяется сейчас, мы сегодня рисуем, объявляем, мы сегодня рисуем environment, то бишь, пейзаж. Вот, может быть, может быть, любой абсолютно, я рисую с референс, но у него на другом экране эта картинка, вот, пока что подбираем кисточки. Обязательно поставьте лайк трансляции, кто хочет, может быть, даже репостнуть ее, чтобы больше людей знало, чтобы больше людей присоединялось. Вот, и, да, вот, собственно, такая вводная информация. Ну, давайте будем постепенно переходить к гостю, пообщаемся. Такой традиционный вопрос, Джордж, ты пока... Сейчас, секундочку, я отключу оповещение. Ты... А я думаю, это у меня приходит. Нет, у меня. Как часто, кстати, ты рисуешь и общаешься, и вообще, ну, в принципе, разговариваешься с людьми, с аудиторией? Это первый раз. Блин, класс. Я очень редко, я не могу рисовать, одновременно говорить. Самая главная проблема всегда была, что у меня наушники, мне приходилось все время держать, короче, на них микрофон и разговаривать у него. И только для этого стрима специально я купил новый микрофон, и теперь я могу одновременно говорить, рисовать. Поэтому, друзья, хорошие вещи. Конечно, заодно и потестим микрофон, потому что мне тоже хочется купить микрофон для стримов. Ты потом скажешь, что это за фирма. Вот. Так что, да, давай потестим сначала его. Ребят, если у вас есть вопросы в чате, то обязательно задавайте, потому что у Джорджа интересно спросить много чего. Мы будем по ходу дела общаться. Если у вас будут возникать вопросы по ходу дела, задавайте их по ходу дела. Если у вас возникли уже заготовленные вопросы есть, я обязательно зачитаю, если этот вопрос, скажем так, нормальный. Бывают вот такие залетные люди, которые приходят случайно на трансляцию, и вопросы, конечно, такого странного характера. Мы на любые выбрать здесь. А, ты на любом вопросе нормально? Джордж, расскажи о... Ну, для тех, кто не знает, скажи о себе. Расскажи, как ты, с чего ты начинал, где ты начинал, и вообще, в принципе, как ты обучался тому, что ты умеешь делать. Я имею в виду рисование, и все на таком. Я вообще начинал с Мухи. Собственно, я поступил. Вернее, нет, давайте немножко до этого. Я ходил на подкурсы к Александру Сергеевичу Спицыну. Ринат тоже у него занимался, я знаю. Поэтому хороший шал. В смысле, это где? То есть, вреда история, что это находится в Питере, чтобы было всем понятно, а то... Я ходил к нему в мастерскую на Чайковского, если ты об этом. В Питере, да, это находится. Да, и я тогда не знал, чем вообще хочу заниматься. И мне так получилось, я узнал, что он, оказывается, преподает мухи. То есть, я просто ходил заниматься рисунком, и все. Как ты его нашел вообще, вот скажи. Я ходил в Аничку дворец сначала. И там мне добрая женщина посоветовала походить к Спицыну. И я пошел к нему, и я пошел заниматься просто рисунком, чтобы научиться рисовать. А поступать я вообще хотел на филфак. Вот. И после этого, как я у него стал заниматься, я вообще влюбился в рисунок и стал рисовать каждый день по, не знаю, много часов. А ты занимался целенаправленно, готовясь поступить в муху, или это были просто, ну как бы, как занятия рисованию? Не-не, я говорю, я хотел просто научиться рисовать, и мне просто это стало нравиться, типа лет в 14. И тогда я вообще узнал, что существует муха, я узнал, что Александр Сергеевич работает в мухе, и я пошел туда на экскурсию, по-моему, да, я пошел туда на экскурсию к нему, в группу, и я встретил там, по-моему, тебя даже, и Азата, и вот ребят, которые сейчас... Слушай, а вот первый раз, когда мы с тобой встретились, ты еще, блин, я вот не помню, это было, когда ты пришел вот, возможно, на экскурсию, а, возможно, когда ты уже показывал какие-то свои работы, видимо, сделанные в мастерской, я вот не помню вот этого момента. Я помню, что я тебя встретил точно с подачей Александра Сергеевича, а вот как, при каких-то обстоятельствах, этого я не помню. Ну, это и была мини-эскурсия, собственно, я, да, пришел, и он просил меня принести работы, вот, я, типа, принес работы, и мне было жутко стыдно, потому что их всем показали, вот. Но в тот момент я понял, что я хочу именно в Муху поступать, вот, правда, не знал, куда, и я пошел туда, куда мне посоветовали, посоветовал мне тоже Александр Сергеевич, я поступил на промдизайн. Кстати, подожди, извините, что я перебываю, а почему именно пром вот тогда тебе, ну, почему именно, вот, то есть, я понимаю, посоветовали, а почему именно пром посоветовали, кстати? Слушай, ну, в тот момент просто это было перспективно развивающееся направление, вот, очень, как бы, туда пришел Херемянов, Сергей Петрович, и стали активно развивать это направление, вот, и, как, типа, перспективно, что-то новое, мне посоветовали туда поступать, что, собственно, я и сделал, вот. Вот, и как раз тогда там открылось направление автодизайн, я стал заниматься машинами и рисовать машинки, вот, и я это делал страшно, не любил первое время. Не любил? Очень любил, да, мне было очень тяжело, я хотел несколько раз уйти, с первого курса, со второго курса, я даже четвертый курс хотел уйти, вот, это было очень тяжело, потому что я, как бы, там все, все ребята, кто там был, они целенаправленно именно пришли, да, как бы, рисовать машины, пром, пром объекты, типа, всякую технику, и я вообще себя чувствовал там какой-то белого рода, потому что я любил, просто рисовать, и все, вот, я любил, типа, живу без старых мастеров, копировал постоянно, и, кстати, машины, я вообще не очень понимал, честно говоря, чем я занимаюсь. А все там, там вот, начиная, кстати, с первого курса, ну, вы рисовали скетчи машин, или же там какая-то была базовая преподектика сначала, и потом уже были скетчи, ну, как бы, вот. Ну, там все идет одновременно, и базовая основа композиции, и это вот по направлению машины мы рисовали, просто там разные предметы были, вот, по, там, по предмету, типа, одному из направлений композиции мы рисовали именно машины, да, сразу, и мне сразу это не понравилось. Вот, но потом, как бы, со временем я полюбил то, чем занимаюсь, и я, как бы, стал, пришлось, как бы, типа, неволе учиться этому, вот. Вот, и потом я получил некоторое признание на разных конкурсах, вот, там, выиграл какой-то конкурс в BMW, и вдруг, неожиданно, мне это, короче, понравилось, потому что я вообще всегда думал, что я, ну, у меня очень плохо это получается, я хуже, чем остальные, вот, а когда какие-то мои усилия, они окупились, я неожиданно, у меня появилось второе дыхание, вот, и я же туда поступил, на магистратуру. А что было переломным моментом, почему, как бы, ну, что ты мне такое нарисовал, ну, имею в виду, на этот конкурс, что, или, там, этот конкурс был, как ты понимаешь, да, какой-то? Да, там был конкурс в BMW, в Париже он проводился, вот, и я отправил туда тоже вместе с ребятами свои работы, и я там стал финалистом, что был вообще чем-то неожиданным для меня, потому что, я помню, меня спросили, типа, меня спросили, как конкурс, что, как, как, как прошло, я говорю, да я выиграл, и я, как бы, тогда шутил, а потом я реально посмотрел, и оказалось, что я реально там вошел в финал, вот, и для меня это стало очень неожиданным признанием, и... А это студенческий был конкурс, ну, именно для среди студентов? Честно говоря, я не знаю, я думаю, да, это для студентов, да. Вот, и с того момента, да, я стал более, больше времени посвящать и более активно заниматься, и стал искать в этом то, что я люблю, чем я люблю заниматься. И я попробовал в машинках, например, вести какие-то комиксы, я взял, я помню, я взял семестровый проект, я сделал машину Джеймса Бонда, и я рассматривал это не просто как машину, а я решил сделать историй-борд, раскадровку к этому всему, разработать персонажа, разработать мир, вот, и мне это стало страшно нравиться тогда, потому что я вообще не знал, что так можно раньше. Оказалось, что я могу так делать, вот, и это было очень круто. Я тогда не очень понимал, что это, чем я занимаюсь, вот, но сейчас я понимаю, что это было такой посылкой к концепт-арту, к концепт-дизайну, которым я сейчас занимаюсь. Так, а мы сейчас про какой концепт-арт говорим? Про авто-концепт-арт или про концепт-арт, там, для игр, для чего-то, ну, вот... Авто, ну, я между семестровый проект, который я делал на магистратуре, я решил его рассмотреть, вот, впервые в жизни я решил рассмотреть как не просто машину, а полноценное создание мира, такой кинематографичной вселенной, вот, если кому интересно, я, этот проект, он выложен онлайн, вот, поэтому тоже можно смотреть, там, в итоге я тоже выиграл этот конкурс, Мишля, и... пошло, поехал, вот. А потом я вообще поехал на работу, я поехал сначала в стажировку в Peugeot, а потом я поехал в Ауди, и там год проработал. А на какой должности, что это было за... Авто-дизайнер. Авто-дизайнер, в смысле... Да, я рисовал машину. Именно концепт-дизайн, да, автомобиля? Или какая-то специфическая вещь, какая-то конкретная, я просто не знаю, как там делится, я просто в авто-дизайне, там, наверное, есть, ну, какой-то общий какой-то концепт-арт, там, на будущее, а есть, наверное, какой-то специфический, ну, конкретный, там, дизайн, там, колеса, там, дизайн руля. Ну, там задачи разные, бывают, бывают, типа, будущие концепты, бывают какие-то на сегодняшний день задачи, типа, колесо придумать или, там, какую-то новую линейку машин. То есть, это работа в студии, вот, и там, как бы, постоянно сменяются задачи, каждый день какие-то новые проекты в студии возникают. Вот, поэтому я просто занимался, делал то, что и все делали. Вот, но помимо этого, я делал там свои личные персональные проекты для мухи студенческие, потому что когда учился на магистратуре на втором курсе, я там сделал совместно с Ауэзией, я делал диплом, вот, и после этого я приехал в Питер, вернулся обратно с Германии, и вообще не знал, чем дальше заниматься. Я думал работать в автобагестрии, потому что у меня был уже соленый портфолио, и меня убрали много куда. Это был в конкурсе, еще раз, вот, ты, когда сказал, не знал, чем заниматься, это было уже после окончания мухи? Вот, я закончил диплом, я сдал диплом магистратуры, сделал его в Ауди, вернулся домой после года, когда у меня закончился контракт там, и я вот не знал, чем заниматься мне. И по счастливому совпадению, не знаю, совпадению-то или нет, так получилось, что мой друг, мой лучший друг Ваня Федоров, он стал работать, получил работу у Альберта Мелая на проекте, вот, и Альберта, он показал Альберта мои работы, и, оказывается, Альберту, короче, когда я приехал к Ване в гости, в Мадрид, оказалось, что Альберт уже, типа, меня знает, и Ваню показывал мои работы, вот, и меня взяли на работу тогда, и потом я уже стал работать в этой индустрии, и не стал продолжать заниматься машинами, вот такая история. Блин, странно, я вот не очень, вот, как бы, все вроде гладко шло до того, как я сказал про диплом, потом когда ты сказал, что вот работа с Альбертом Мелго и дальше, и ты сказал, потом я стал заниматься машинами, ну, совместными машинами, я еще не понял... Не, не, я говорю, я бросил машины, я не стал заниматься, может быть, я не так сказал. Все, все, я просто, я стал заниматься, а потом я стал заниматься машинами. Не, не, я говорю, я перестал, я был... Все, я тебя понял. Вот теперь у меня все встало на свои места. Слушай, сейчас я вопросы позадаваю, ты как, у тебя нормально, ну, получается рисовать, не споиспеваешь? Я вообще, честно говоря, не слежу за тем, что я рисую. То есть, оно идет, как идет, но я просто на автомате что-то... Это нормально, пока оно идет, как идет, потому что мы тоже постараемся поддерживать и в дискуссии, и рисовать. Вот такой вопрос. Джордж, у тебя вроде как специфический опыт входа в концепт. Ты учился на дизайне транспорта? Собираясь поступать в муху, приглянулся как раз в факультете транспортного средства. Но я за тобой слежу, влечет меня скорее концепт. Кино и вопросы такие. Это такой предвопрос. Есть ли какие-то советы по поступлению на авто? Рисованием авто я никогда не увлекался, но отвращения нет. Есть ли в современной мухе смысл учиться ради кино? Надеюсь, внятно. Удачного стрима. Спасибо за вопрос. Я плохо знаком с тем, что сейчас в мухе конкретно происходит. Я знаю, там какие-то были изменения последние пару лет. Но я бы сказал, что именно платформа автодизайна или промдизайна, что очень похоже, она дает хорошую основу для того, чтобы понимать форму и хороший набор инструментов, чтобы ими потом пользоваться в создании всего. Потому что мне кажется, что я получил такой уникальный опыт, который не все имеют, что вот это понимание объекта, понимание дизайна, стиля. Кому-то не нужно учиться, может быть. Но у меня с этим было всегда очень плохо. Просто до этого я никогда этим не занимался. А когда принудитель мне пришлось это делать, так как не хотелось делать плохо, я старался делать хорошо, у меня появилось это ощущение, понимание дизайна, гирообъекта. Так что да, я считаю, это хорошая основа. Как тебе в принципе помогло рисование человека? В принципе, есть ли какая-то общая нить в рисовании, скажем так, тела автомобиля и сам концепт человека, допустим, анатомии и прочее? Ты как-то это связываешь или нет? Для тебя это разные немножко отрасли применения, скажем так, в сфере дизайна? Да, это хороший вопрос. Я считаю, что вообще-то все связано. И связано, может быть, с какими-то, не знаю, космическими числами, если уж так сильно в это вдаваться. Там, не знаю, Леонардо Винчи говорил, что легкие человека, они как типа кровь на дерево. То есть все в мире подобное. И мне кажется, есть тот же самый принцип. То есть наш глаз, он считывает хорошие пропорции. И, собственно, это все, на самом деле, о чем автодизайн. Это о пропорциях. И многие люди, которые занимаются автодизайном, они понимают форму, они хорошо рисуют, хорошо могут нарисовать сам объект с бликом, не очень красиво. Но если там нет пропорций, то этот объект вообще не работает. Это то, что мне всегда говорили именно в сфере автодизайна. А именно рисование человека, оно дает, мне кажется, хорошее понимание пропорций и целого в рисунке. Потому что если ты ошибешься в рисовании человека, это сразу будет видно. Сразу глаз видишь, что-то не то. В то же время, если ты рисуешь какую-то там другую штуку, я не знаю, и ошибешься в пропорциях, это будет не так сильно заметно. Вот, кстати, интересно, да, парадокс. Действительно, когда ты рисуешь человека, то любой, даже не сведущий в рисовании, сразу скажет, что это не похоже. А если ты нарисуешь что-то, допустим, не знаю, там вазу, холодильник, то ну плюс-минус, ну даже какую-нибудь сложную форму робота, плюс-минус это, в принципе, может и прокатить, потому что, ну как бы мы не всегда считываем неправильность, может быть, каких-то объектов. Ну вот в человеке, или там, допустим, в портрете человека сразу там, вот здесь нос явно слетел с оси, голова. Мне кажется, это просто потому, что человека мы видим постоянно, а другие объекты от раз к разу. Может, правильно? Знаешь, есть такой термин, uncanny valley, зловещая долина, когда... Когда мы видим что-то, что похоже на привычную форму, например, на человека или на лицо человека, но при этом это чуть-чуть не то, то есть чуть-чуть странно или чуть-чуть что-то неправильное в этом, и нам это кажется сразу каким-то жутким или очень отвращение вызывает автоматически. То есть это больше связано, наверное, с таким детским инстинктом, когда ребенок видит лицо взрослого, ему нужно видеть, типа, лицо человека. Если увидишь что-то не так, он начинает кричать сразу и плакать. Вот так и здесь. Да, тут пишут просто человека заточено на считывание других обезьян. Это было принципиально важным для выживания. Ну да, собственно, оттуда идут эти инстинкты. Давай задам еще пару вопросов. Кстати, а советы, вот я не сказал, а какие советы по поступлению на автодизайн, видимо? Я поступление провалил, честно говоря. Серьезно? Так что мои советы лучше не слушать. Ну, у меня с композицией тогда был... У меня хороший был балл по рисунку и по живописи, а с композицией я тогда не сильно, я говорю, занимался. Но тем не менее ты как бы наушкой поступил, получается, да? Да, да, конечно. Ну и сейчас, наверное, самое главное на автодизайн рисовать машины каждый день, и не только машины, какие-то концепты людей рисовать как можно больше. Слушай, а где можно посмотреть, где, ну, какой тип, в принципе, рисунка необходим для поступления на автодизайн? Вообще, какие, чему нужно, там, не знаю, какие-то, вот, допустим, есть ресурсы, типа, там, галереи, артстейшн и прочее, ну, как бы, диджитал галереи. А вот по автодизайну, где информацию брать? На бехансе. Автодизайн основного выкладывают на бехансе. Беханс, именно артстейшн, это сайт больше для художников, а беханс, он для дизайнеров скорее, и там у нас какие-то дизайнерские концепты, очень много. А еще, может быть, какие-то есть профессиональные ресурсы, не знаю, где выкладывают, именно по концепту автомобилей? Есть какие-то лестскульные сайты, наверное, типа, кардизайн, медиа, что-то такое, но я бы сказал, что это все-таки беханс. В смысле, в сегодняшний день. Да, я посмотрел, потому что у него портфолио на бехансе, там у тебя и автодизайн присутствует, и, ну, и не автодизайн, и разные концепты к играм, вот. Ты как бы, ну, это не разделяет, что для тебя, и, ну, как, скажем так, творческое, ну, не то чтобы амплуа, но вот в творчестве тебе и то, и другое, то есть интересно, и поэтому ты это выкладываешь, ну, по автодизайну. Я, честно говоря, выкладывал туда все, что у меня компоновалось, какие-то проекты, самостоятельные, вот. Ну да, там больше у меня по... Там я уголал то, что заходит, честно говоря. Там заходит автодизайн и иллюстрации. Так ты просто проштудировал, да, немножко эту аудиторию? Это было методом промпутшипа. А, ты что-то удалял туда? Да, у меня там проекты в 9 там были, но... Слушай, да, это хорошая идея почистить паркмолио, надо бы этим заняться. Так, еще есть вопрос. Что метод поступления надо прибирать? Смысл учиться? Есть ли в современной мухе смысл учиться ради кино? Слушай, есть ли в современной мухе смысл учиться смысл ради кино? Да, ладно. Я, честно, не понял вопрос в смысле ради того, чтобы научиться, ради того, чтобы попасть в индустрию кино, в смысле рисовать для фильмов там. Так, наверное, имелась в виду. Есть ли смысл? Мухе учат чему-то подобному, не знаю. Я, честно говоря, там давно уже не свяжусь, что там появляется, но... Я думаю, практически нигде не учат чему-то подобному, кроме арт-центра в Посадении. Но если самому как бы этим заниматься... А что за арт-центр в Посадении? Арт-центр в Посадении — это вуз в Калифорнии, где вот конкретно под кино, под концепт-арт, под вот эту индустрию развлечений, там именно под это целая система заточенных, и много преподавателей, ведущих первых художников туда стремятся поступать. Но там не дешево. Ну, блин, Калифорния. На самом деле я бы сказал, что главное, чтобы направление, куда люди поступают, у нас как-то немножко каким-то градусом совпадало, как, по крайней мере, это у меня сложилось, я нашел вот в этом что-то, что мне интересно, и мне кажется, практически в любой, там, не знаю, если на моду пойти, всегда можно там сказать, я хочу, вот, мне интересно пытаться заниматься и делать это круто, там, заниматься персонажами, костюмами для кино и сделать какую-то там коллекцию для бизнес-стару вас. Почему нет? Можно таким, вот таким углом будет рассмотреть. Да, но вот если вы говорите, опять же, про мобу, потому что мы там оба учились, могу сказать, что вот для меня, честно, вот проучившись там 6 лет, я ходил постоянно на дипломы, на обходы, на все вот это вот. И вот в сфере дизайна, все-таки, конечно, промышленный дизайн там самый крутой. Вот именно промышленный дизайн, автодизайн, он там самый передовой. Ну, на втором месте можно поставить средовой дизайн. А все остальные, там, графический дизайн, там, что еще есть, ну, как бы коммуникативный, тире, там, анимация, это, конечно, не, ну, не, не, скажем так, не мировой уровень уж тем более. Вот, поэтому, ну, не знаю, уж что-то изменилось, конечно, может, какие-то новые крутые преподы появились. Вот нужно будет Роберта подождать, он там, он шарит что-то в мутерплинице. Но, по-моему, это вообще совершенно не тот уровень. И вот автодизайн, я, может быть, даже когда-то и думал о том, чтобы вот надо было, конечно, идти на автодизайн, ну, не на автодизайн, а на промдизайн, потому что там действительно хорошая база. Вот, такая, прям, вот, техническая, мне это нравилось. Вот, поэтому для меня эти кафедры, эти кафедры, да, эти кафедры самые прикольные. Вот. Так, Джордж крутой, молодой парень, классная работа. Комментарии. Спасибо. Над какими коммерческими проектами ты сейчас работаешь и какой был последний. Я, наверное, не могу назвать. А, да? Сейчас. У меня просто большая часть проектов, они по ДНДА. Я не могу даже сказать, с чем это связано, ну, в смысле, с какими именами, с какими, где это потом будет. Ты можешь сказать хотя бы, что это просто, ну, для какой индустрии там, я думаю, это не совсем. Да, я сейчас работаю в индустрии анимации и игр, и кино. Вот, и, собственно, вот эти три направления по ним и проект. А ты давно уже вот в этом всем варишься или как ты? Я работаю, ну, вот в этой индустрии с сих пор, как я поработал с Адверто, два года, чуть больше двух лет. Ага. Получается, у меня опыт именно рабочий такой. Ага, ага. А вот сейчас, сейчас прощу еще пару вопросов. Какие планы о будущем? Хочешь ли попасть в большую студию на ААА проект? Это хороший вопрос. Я им часто задаюсь. Да, да, кстати, интересно. Это сложно, наверное, зависит от студии, от места и от самого проекта. Ну, и очень, мне кажется, очень специфические себя условия. Вот пока то, что куда у меня были возможности попасть, я пока это не стал рассматривать, да, потому что мне было комфортнее самому более личные проекты делать на разные студии, как фриланс, брать одновременно. Поэтому пока что я в стороне от этого нахожусь. Но, может быть, если будет какой-то мега какой-то проект, конечно. Ну, вообще, в принципе, ты, получается, работаешь как бы удаленно, да? То есть, ну, вот, чем-то, чем-то. Да, ну, я думаю, что если речь идет о студии геймдизайна ААА проект, то это все-таки работа на месте, именно в студии. Вот. Поэтому, да. Я открыт ко всему. Не знаю, что завтра будет в моей жизни. Так что, в этом есть тоже свой шанс. Слушай, да, прикольно, прикольно. Ну, то есть ты готов к переезду, да, из Питера? Это, да, мне кажется, это не зависит от студийной работы или проектов. Вот можно сейчас и просто куда-то уехать. В принципе. Слушай, сейчас сложнее, мне кажется, в связи с коронавирусом. Не знаю, если куда-либо собраться, то там, ну, сейчас в многих странах просто закрыты. Ну, да, я с тобой согласен. Паня дал, все равно есть возможность какие-либо. Примеры есть. Так, Ренат не чистит беханс портфолио. Ну, в смысле, не чистит, ну, а что с ним делать? Ладно. Так, оставим вопрос. Казану портфолио. Ну, там, ну, на самом деле, надо пару проектов почистить, я бы почистил. Джордж, скажи, вообще расскажи мне про ту историю с анимационной студией, в которой ты работал, с работой вообще, в принципе, с Альбертом Милго. Ну, подробнее чуть-чуть просто, как это все происходило, какие-то, ну, там же нет никакого ида уже, там все выпущено, что только можно было, да, там. Что это были за проекты, и какой опыт ты вообще, в принципе, там получил? Можно там прям развернуто, если это возможно, да, то есть, если это, опять же, не НДА, ничего? Да, я, конечно, могу сказать, я работал на Watch Dogs, и я просто помню, что я, ну, я был очень большой франат, Альберта за пару лет, мне туда как раз вам его показал тоже, и я просто помню, что мне сначала Альберту не очень понравилась его работа, первое впечатление было, я подумал, блин, ну... Не понравилась работа или не понравился сам человек? Работа, ну, я не знаю этого человека, конечно, я просто два года, ну, как бы еще за два года для знакомства с ним, я увидел его портфу, и увидел его работы личную, живопись, и у меня было тогда непонятно, смутное впечатление, потому что я, наверное, был типа старок мастеров, типа имперсионистов, и... А потом я пытался, вот когда с опытом, ну, с личным опытом я пытался сделать что-то похожее на то, что делал Альберта, и я понял, что это очень крутой, очень интересный, очень яркий художник, вот, и я просто влюбился в его личность, в то, как он мыслит и рисует, вот, и мне стало дико интересно с ним познакомиться, с ним поработать, вот, но я никогда не видел для себя этой возможности, я вообще тогда был где-то на другом конце света, в Минштадте, делал диплом на Ауди, я на время студийный проект, вот, и я думаю, блин, ну, никогда в моей жизни не будет такая возможность поработать с Альбертом, и потом я в какой-то момент узнаю, что Ваня там работает, Ваня мне сказал, красно новости, и я был дико за него рад, и я думаю, блин, вот, было бы круто, конечно, когда-нибудь, до старости лет, работать, увидеть хотя бы Альберта просто, и потом я вот, ну, произошел с этой историей, я после Ауди поехал к нему, и я зашел в студию, и я думаю, ну, нет, ну, не может быть, что там, не может такого быть, и я тут вижу, типа, силуэт, какой-то застелька там подходит, и такой, блин, типа, ну, не может быть, и тут реально выходит Альберта, подходит ко мне, и говорит мне, типа, йоу, парень, типа, как дела? И я такой, блин, я большой фанат, то, что мог сказать так. И он мне такой, а я твой большой фанат, я такой, что, типа, не может быть, и он такой, не, не, реально, реально, типа, я твой фанат, давайте, типа, все подошли сюда, и все реально подошли к компу, и там открыли мои работы, и я был в шоке, честно говоря, вот. И потом, когда мне позвонил продюсер и сказал, а ты нанял этот проект, я был в еще большем шоке, и я тогда стал делать environment, локации, окружение, и мое первое задание было, я никогда это не забуду, это был самый стрессовый в моей жизни, потому что, ну, представь себе, что первый раз, типа, я работаю с Альбертом, с тем человеком, с которым я служил заработать, и мое первое задание, это было сделать в блендере сцену 3D. А я тогда не работал в блендере вообще, типа, ни разу. Классное задание, типа, чувак, сделай в блендере что-то, но ведь ты даже не работал в нем. А ему, ну, типа, я просто потом понял, что в индустрии по большей части всем, ну, если нет каких-то специфических прямо требований, то всем, в принципе, все равно, как ты сделал, главное, результаты, как это работает. И я тогда этого не понимал, и я думал, типа, блин, надо именно в блендере. Сказали в блендере, все, делаю в блендере. И я тогда судорожно просто открываю уроки по блендеру. Реально я, типа, у меня в тот день просто летит комп, там вообще все, все, типа, я перестанавливаю в Windows. А ты до этого же в 3D работал, ну, в принципе. Я работал в 3D, да, но я работал в других программах, автодизайнерских и более векторных. То есть там в блендере для полигона на модели, а в программах, где я работал, там, Риноцерос. А, Рино, понятно. Да-да-да, там больше такими сплайнами, кривыми, ты и между ними натягиваешь поверхность. Это вообще другой принцип и вообще другие инструменты. Вот, поэтому я был довольно в шоке. Но потом оказалось, что я просто могу сделать шокик коллаж и обойтись этим. То есть ты в итоге сделал работу вообще не в блендере, а просто коллажировал в фотошопе? Да-да-да, я потом понял, что я говорю, я научился, вот мой опыт, главный был, что не так важно, как ты пришел к результату, а главное, что ты сделал то, что у тебя получается хорошо. Ну, сделал это хорошо. Я понял, да-да-да. А ты в это время, получается, жил тогда в Испании? Или это было на удаленке? Нет, я тогда стал работать на удаленке. Я, потому что вернулся из Испании домой, и только тогда мой уже контакт полетел. Естественно, мы не могли за это время делать визу, то есть такое. Вот там оставалось еще буквально пару месяцев проекта, поэтому... Ну, как дальше развивать, какие задания, в принципе, были у тебя вот помимо этого... То есть ты делал только, получается, environment, да? Да, я делал только environment. Потом у меня было... Ну, я сделал еще несколько environment, там была еще другая локация, бар, экстерьер я должен был рисовать. Вот. Ну, там я просто написал живопись, все было в порядке. Вот. В общем, завороженно следил за тем, как там начинают ходить персонажи по этим локациям, по дочкам. А, слушай, а тебе не довелось работать над любовью, смертью и роботами? Это было до? Ты имеешь в виду, когда вывыдь на стерии, ты правильно говоришь? Да, да, наверное. Нет, я там не работал еще. Я тогда еще Альберта не знал уже. Ага. Тут очень много фанатов есть Альберта, поэтому люди постоянно спрашивают. Технические моменты, которые мы не особо знаем, там, вот. Но, в общем, я понимаю, что ты там не работал. А вот те видео, ну, получается, это был какой-то синематик, или что это в итоге было? Это был синематик игре Watch Dogs 3. Ага. То есть он был, как бы, такой, ну, анимационный, ну, в смысле, он сделан был, как бы, как 2D-анимация, в смысле, в такой стилистике? 3D-анимация. Ну, но в стилистике 2D, то есть как бы, плоские картинки, ну, в смысле, они были не суперобъемные, да, наверное? Или полностью объемные были? Я не очень понимаю, что имеешь в виду. Там, если имеешь в виду фаны, фаны были практически все 2D, но там были чисто 3D-локации, вот, но все, все 2D-фаны, они все равно потом накладывались на 3D, поэтому... А, то есть это, получается, анимировалось в блендере, вот, вся, вся анимация, и, как бы, ну, это была такая единая, как бы, скажем так, ну, короче, это было в блендере сделано все в итоге? Я имею в виду 3D-анимация и все, собирание сцены? Это, знаешь, такие проекты, это обычно много-много разных программ. Какие конкретно Альберто программы используют, я сейчас, конечно, не буду говорить, потому что я не уверен, что я могу это говорить, конкретно набор, там, вот это, вот это, вот это. Но всегда такие проекты – это набор разных, разного софта, там, не знаю, например, персонажи моделятся в одной программе, потом анимируются в другой, ридятся там в третий, шейдинг накладывается в другой программе, там, не знаю, substance painter или еще какая-нибудь 3D-code, вот, а потом композиция в нюкер все, например, все вместе собирается. Поэтому это всегда перекидывается, там, не знаю, или какие-то эффекты, там, у гузей не создаются, и потом добавляются на композицию. Ребят, слушайте, меня плохо слышно, но это проблема общая, не знаю, честно говоря, я каждый стрим с этим имею дело, меня плохо слышно, потому что это вот привет ОБС, он постоянно каким-то образом меня делает тише, я пытаюсь говорить громко, вот когда мы с Джорджем общаемся, ему меня слышно отлично, то есть мы общаемся через Zoom, но когда я рестримлю это все, или это проблема ОБС, либо рестрим, я не знаю точно, но почему-то мой голос становится тише всегда, хотя я все полностью на максимум, все настройки сделал, так что я не знаю, что с этим делать, извините, если меня совсем тихо слышно, я буду делать субтитры. Ну, Ренат, до этого жаловался, что меня слышно слишком громко, а я купил как раз перед стримом микрофон. Слушайте, ребят, нормально слышно, кстати? Может, усиление дорожка, ну, блин, усиление, ну, наверное, можно, слушайте, я просто запариваться с этим на самом деле не хочется. Давайте еще по вопросикам, вопросов тут достаточно много. На что обратить, на что нужно обратить в первую очередь современному концепту художнику, что прокачивать, на твой взгляд? На что обратить внимание, видимо? В первую очередь современному концепту художнику, что прокачивать, на твой взгляд? Ренат, а ты как думаешь? Я могу спросить в первый раз. А я? Слушай, ну, классно ты такой прямо вот так, твист такой сделал. Я потом тоже хочу ответить, просто мне интересно реально, я сам создаюсь эти проблемы каждый день. Давай, давай, сейчас попробуем ответить, попробую ответить, на что обратить внимание, в первую очередь современному концепту художнику, что прокачивать. Блин, ну, мне кажется, что, в принципе, концепт-арт это больше про мысль, это не про технический скилл, скиллс, это скорее вот именно про то, как ты понимаешь задачу, как ты умеешь нестандартно сочетать какие-то вещи, вот, допустим, бывают сеттинги, где, ну, зачастую в современном концепт-арте бывает сеттинг, который в себя включает очень-очень много всяких нагромождений, то есть это, там, какой-нибудь, там, киберпанк вселенной чего-то там, или, допустим, там, ну, короче, вот, современная культура, она, в принципе, очень-очень многогранна, многогранна, и в ней, вот, вот, как раз-таки вычленяется именно направление концепт-арта, оно во многом рассчитано на креатив, так что я считаю, что учиться этому сложно, поскольку нет какого-то очевидного пути, то есть нет такого, вот, сделай какие-то упражнения, прокачаешься, там, допустим, как анатомию прокачаешь свои навыки. Мне кажется, что, ну, нужно много изучать, какие-то, ну, там, не знаю, даже те же самые историю, культуру, науку, и постепенно этот багаж знаний будет преобразовываться в какие-то нестандартные решения. Вот, так очень длинно говорю, но мне кажется, что если говорить очень коротко, то будет ни о чем. Вот, и что прокачивать, но есть, как бы, два пути, точнее, два параллельных пути, которые нужно прокачивать. Нужно прокачивать технические навыки, чтобы ты мог эту мысль донести, то есть, там, делать стадики, делать, там, я не знаю, там, немножко анатомию, немножко, там, перспективу, и все понемножку. Вот это такие вот технические моменты. И пробовать задать себе некие ограничения. Вот, допустим, делаете вы концепт-арт для чего-то, поставьте себе задачу. Вот я рисую, допустим, у меня сеттинг, там, ближний, там, ближний восток, и там, допустим, какие-то нотки космические, какие-то, может, sci-fi. И вот попробуйте, вот, ограничить себя вот в этих двух, скажем так, два параметра, и вот в них по... Начать думать, начать придумывать, и не упираться в конкретику, то есть, всякие там, там, нейлы, всякие вот какие-то быстрые штуки на развитие именно самой идеи, они, мне кажется, вот, в первую очередь важны в данном случае, потому что, в принципе, уже на каком-то быстром скетче уже будет понятна ваша идея. Ну, и, конечно же, посматривать на то, что делают, в принципе, сейчас в индустрии. Там, не знаю, есть ветераны такие, которых сейчас уже, которых сейчас нет, там, всякие, сидмит, там, ну, куча всяких концепт-художников. Тот же самый, я бы даже отнес этого, который к Дюне делал, Ходоровский. Мёбиус. Мёбиус, да, то есть, он как бы и график, и концептер, я бы так сказал, у него все, все понемножку. И тот же «К чужому» Гигер, да. То есть, тоже, как бы, современные концепт-художники, но еще и плюс они, как бы, очень сильно втянуты даже скорее не в только концепт-арт, но еще и, ну, как бы, в глобальную культуру современную, потому что то, что делал Гигер, оно сейчас везде есть, там, печатается, перепечатывается, и эти формы, они стали уже такими, ну, достаточно такими, уже устоявшимися в массовой культуре. Вот, в общем, такой мой развернутый ответ, Джордж, что тебе микрофон. Я даже знаю, что после такого нет. Ну, видите, не-не, на самом деле, чтобы приучаствовать в скилл, мне кажется, что очень часто мысли приходят, апсиды приходят во время еды, и мысли приходят как раз, просто все празднуют мысли, тут нет какого-то одного подхода. Я, например, человек, я мысли визуально, или вот как-то по ощущениям, я не знаю, как то объяснить. То есть я вижу картинку, и я уже домысливо представляю, что, там, не знаю, что с ней можно сделать, что там происходит, что, как бы, и сюжет как-то додуманного от картинки. Альберт, например, тоже в Уитминстаг Пробиболу. То есть он рисовал много скетчей, и как бы от них уже старался какой-то... Не-не, он просто увидел картинку в интернете, типа, в Шанхай, в Гонконг, и стал придумать просто, что там может произойти в этой картинке. Типа, там могут лежать люди, и куда они, откуда бегут, вот, и все такое. Естественно, это основывается все на нашем предыдущем каком-то опыте, там, что мы прочитали, что мы видели до этого, к чему мы как-то тяготеем. Вот. Я бы сказал, да, что все по разным мыслям, тут нужно какой-то свой подход просто найти. Кто-то от музыки, например, там, Дэвид Линч, он очень много от музыки берет, и слышит какую-то музыку, и начинает представлять какой-то образ, какую-то картину. Блин, мне наш эксперт по музыке, Роберт, он как раз-таки мог бы сейчас что-то добавить. Ну да, на самом деле, я много знаю людей, художников, которые под музыку хорошо придумывают что-то, хотя я не понимаю вообще, как это можно делать, потому что музыка очень такой... Это отдельный тип, скажем так. Музыка очень сильно триггерит тебя, то есть она вызывает различные эмоции, но при этом это немножко другой тип вообще восприятия, поэтому как вот придумай что-то под музыку... Я не знаю, я так и не могу, я так не умею... Вот, ты, Джордж, закончил или ты хотел, что добавить? Я, да, я закончил. Окей, 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 вот такое мнение, ребят, просто человек, а, я читал, извиняюсь на что вопросов, поэтому интересно, да, ребят, задавайте вопросы, потому что, мне кажется, так, в принципе, интереснее общаться, дискутировать, может я что-то могу забыть, поэтому... Так, как Дефанс... Тема концепта художника, я хочу посоветовать книжку, книжку Дэвида Линча, автобиографию, я сейчас читаю очень... Автобиография, а почему концепт художника, кстати? Я имею в виду просто художника, просто именно Линч, он у меня с таким креативным типом личности, человеком, который рождает идеи просто на ходу какие-то супер необычные... Ты знаешь, что он, в принципе, начинал как художник, он у него в жанре такого современного искусства, вот, а фильм он стал снимать потом? Да, да, он, типа, поехал в Париж учиться живописи и стал писать, типа, как компрессионисты, и потом он сделал какую-то картину и очень хотел, чтобы она стала двигаться, и он придумал такой жанр, типа, двигающийся картин, а потом понял, что это уже давно есть, и это называется фильм... Как найти... Такие сейчас жизненные вопросы пошли. Как найти работу концепт-художнику топ-лайфхак от... написанного на латинице George? Работаю... Выставлять свои работы, постить, постить работы, я бы сказал. Я не знаю другого какого-то. Привет всем. Да. Мне кажется, что, ну, это отчасти проблема современной индустрии и художников, что приходится, чтобы быть на плаву, постоянно приходится рисовать, сделать новое, что-то выкладывать, там, а, блин, если ты не можешь выложить, а если ты, там, я год проработал где-то, я не могу ничего выкладывать, а работу, ну, типа, нужно новость, работу и нужно что-то выложить новое. И постоянно приходится, чтобы новое рисовать, это такая ловушка. Как, кстати, вот с ней справляться? В принципе, ты говоришь, что это ловушка, но как туда не попадать или как оттуда выбраться? Расскажи. Да, ну, мне кажется, нужно либо не заходить, либо ее как бы перебороть, а перебороть можно только одним путем стать легендой, как бы в этой индустрии. Ну, то есть, мне кажется, что вот такие люди, как, не знаю, как его называть, не знаю, Kanye West, там, да, ему не приходится, чтобы быть на плаву, создавать, там, если я новую музыку, он просто получает, там, новый проект и, не знаю, деньги и признание, просто за то, что он уже Kanye West. Но он как бы заслужил свое имя, ну, где можно тоже сделать что-то подобное или как-то именно стать такой яркой личностью, ярким художником, которого как бы все будут звать на проекты не потому, что им нужен концерт художник, заместитель, там, главного, там, кого-то, подрисовать там какую-то штучку на одной локации. Его будут звать именно потому, что им нужен, там, Гиггер, им нужен, им нужен Мербиус, именно конкретно его видение в этом проекте. Но это серьезная работа, для этого нужно развивать, собственно, видение, свой стиль неповторимый, как, не знаю, Эшли Вуд или Джейми Хьюллетт. А, ну да, 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 Джейми Хьюллетт, конечно, его образы с этим из Гориллос, и они очень плотно вошли в поп-культуру. Так, да, у меня вот вопросик, точнее, вопрос, тут комментарий есть. Scream School в России еще есть для обучения концепта арта, ну и зарубежные онлайн-курсы CGMA, например, по идее, самое крутое для тех, кто в кино хочет. Ну, это все недешево, если на бюджет в муху попасть, то неплохой вариант. О, бюджет в мухе. Бюджет в мухе, на самом деле, ну, Джордж, ответь ты, как ты считаешь, или, ну, по этому комментарию? Я считаю, что все зависит от человека и от опыта, конечно, если у вас нет вообще никакого опыта, ничего, я бы сказал, терять нечего. Надо использовать все возможности, которые у вас есть, поступать и в Scream School, там, или еще куда-то, и в муху. Хуже не будет никому, потому что в конечном итоге, если мы пропускаем какие-то возможности, упускаем их, потом проигравших только мы. Некого там винить, там, переплаченные деньги за Scream School или муху, вот, а мы остаемся просто сами с собой. Так что, так что, да, я бы сказал, можно использовать любую возможность и там, и там успевать. Я вспомнил про комментарии, которые я хотел сказать по поводу этой ловушки, в которой мы себя загоняем, вот, в погоне за тем, чтобы, там, не знаю, за признанием, за тем, чтобы оставаться постоянно на плаву, и чтобы про тебя еще и не забывали. Это, в принципе, та ловушка, которая складывается вопреки нашему желанию, поскольку она, ну, то, что делает нас, скажем так, то, что помогает нам как-то развиваться в медиа, каким-то образом, да, коммуницировать, оно нас и убивает, поскольку это, это медиа, оно очень быстрое. То есть, это такое, можно сказать, фастфуд, потому что картинка, которую ты выложил, там, не знаю, в Инстаграм, куда угодно, там, ArtStation, она будет жить, там, пока ее не проскролят, это в течение, там, нескольких секунд. То есть, мало кто, там, каким картинкам возвращаются потом, там, впоследствии много раз, потому что, в принципе, Инстаграм – это такой очень быстрый, быстрый агрегатор контента. И чем проще контент, тем быстрее он, тем больше он заходит, тем больше его репостит, тем больше, там, лайков и прочее, прочее. То есть, контент должен быть в меру понятный и в меру быстрый, чтобы постоянно его генерировать, потому что Инстаграм, он не рассчитан, как, знаешь, там, в музее, где статично, вот, есть картины, которые постоянно выставляются в этом музее, там, ну, допустим, в реалитаж. Ты можешь, ты постоянно посмотреть на декортины, в Инстаграме ты не будешь, там, настолько много контента, что ты не будешь постоянно фокусироваться на чем-то одном, ты будешь постоянно проскролливать, 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 проскролливать. Поэтому, мне кажется, что вот эта ловушка, она, как раз таки, создана реальными, в которых мы живем. Сто процентов, я согласен, Инстаграм – это и зло, и возможности. Да, 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 и возможности как-то тоже, потому что что-то может залететь и впоследствии закрутиться, и там, дальше, дальше больше, как говорится. Так, что-то, я мертвю на трейтинге смотришь еще. Ну, ладно. По поводу Scream School, честно говоря, вообще не знаю, что они там делают, и я так давно не интересовался Scream School, и когда я еще учился на графическом дизайне в Мухе, я интересовался, там были программы, которые были посвящены там, motion-график и прочему, но, концепт-арт, Scream School, я, честно говоря, вообще не знаю, что там такое, кто там преподавал, преподает. Вот я знаю, что они больше, наверное, в кино, куда-то вот туда, то есть они больше как-то к motion-графике, а вот именно к концепт-арту. Ну, это все не дешево, ну, в принципе, да, образование, образование никогда не будет, хорошее образование никогда не будет дешевым, поэтому, как бы, это данность. Так, меня плохо слышно, это да. А как Джордж развивал свои навыки в живописи? Ведь Мухе — это очень специфический неакадемический подход. Услышала про стадики с работ мастеров. Может, еще что-нибудь, что-то было интересное, интересен, может быть, что-то... Может быть, еще что-то было. Интересен процесс обучения очень. Я вообще всегда был... У меня больше такой склад ума, именно что-то как бы до конца, типа, изучить, что-то постичь, понять. И я пытался постичь технику старых мастеров, и я стал рисовать с маслом в Мухе. То есть ты меня понимаешь, Венат? Да, да, я понимаю. В Мухе, надо сказать, что в Мухе вообще, в принципе, не рисуют маслом, ну, вообще нигде не рисуют, ну, кроме живописи, монументальной живописи. Так что писать в Мухе маслом — это такое. Я помню, все были немножко в шоке, когда они заходили в аудиторию, там, пахнут маслом, а там, кстати, типа, гуашки пишут. А тебе, в принципе, разрешали? У вас был, наверное, такой очень лояльный преподаватель. Ну, я вообще это делал в неурочные часы, я, на самом деле, на живопись не ходил. Как бы я ее прогуливал, и очень каюсь в этом. Делал это зря, правда. Но тогда я как-то решил вот сам, то есть мне больше нравилась именно не мухинская живопись, а именно такая техничная живопись, реалистичная мастеровка. Я пошел, ну, я в интернете изучал, я также пошел к преподавателю, к реставратору, вообще заниматься именно масляной живописью. Я изучил тогда, типа, лаки, там, краски, как этим пользоваться, типа, я пошел, мы с Ваней тоже на пару, мы оформили даже сей пропуск в русский музей, чтобы ходить туда копировать. А как это, в смысле, копировать? Там можно любому человеку, в принципе? Нет, 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 там, в основном, там, реставраторы, академии художеств, они приходят, да, копируют прямо в залах, ну, вот, на нерабочее время, копируют прямо с натуры, типа, работают с мастеров маслом один в один. И мы также сидели, пропускать туда, правда, ни разу туда не пришли, вот, но, да, я тогда копировал, сидел, копировал Иванова, вот. Явление Христа народа или что? Нет, я там какого-то мальчика копировал в студию, ну, и много чего другого, там, Толу Круа, короче, да, я просто написал маслом, техники старых мастеров, мне было именно интересно саму технику. И мне кажется, это понимание, ощущение живого материала и работаем с маслом, с холстом, с текстурой, вот, как кисточкой накладывать мазки, так, чтобы там, там, видно было, там, три волосинки, а не две, там. Вот это внимание к деталям и ощущение материала мне сейчас очень помогает, я чувствую. А есть то, что, как бы, такое чувство, что это тебя, в принципе, дисциплинирует еще с точки зрения технической? Сто процентов. Я недавно, вот, у меня здесь рядом стоит картина огромная, я недавно попробовал тут написать, правда, акрилом, не маслом, вот, но мне очень хотелось нажать анду много-много-много-много-много-много-много-много раз. Это очень сложно, да, я не понимаю, как я раньше сделал. Слушай, а почему не маслом, кстати, ты пишешь? Из-за запаха? Я не хочу больше, да, я понял, что просто акрил, в принципе. Мне не нужно каких-то сейчас мегаизысков в живописи искать, как я маслом искал, потому что там природная техника, там подмалевок, там светится, брат, типа, прослойка сначала, вот, подмалевок первый, потом все эти мазки я накладывал слой за слоем, типа, лессировками, чтобы, типа, изнутри светился холст. Вот такого мне сейчас не нужно. Мне больше интересен, там, конкретно в моих работах какой-то, так, объясните, немножко другой эффект, короче, я ищу, и мне для этого масла не нужно конкретно, и намного проще, конечно, акрил. Ну, знаешь, на самом деле масло такой, скажем так, такой материал, где необходимы всякие разные разбавители, и они очень вонючие, и я не знаю, у меня аллергия, честно говоря, на эти разбавители. Да, я думаю, я не выдержу еще несколько лет с ними. Да, поэтому, ну, я еще спрошу у тебя по поводу, вот, mixed media, скажем так, это, ну, про который мы сейчас начали говорить. Давай сейчас вопросы еще позадаю, позадаю. Я начинающий художник, так, сейчас, секундочку, это я не про себя. Я начинающий художник, и я совсем не понимаю, когда можно начинать пробовать взаимодействовать с работодателем? С ним вообще не надо взаимодействовать. Как ты рассказываешь, что нужно делать с работодателем? Чем меньше взаимодействия с работодателем. Так, а как тогда договариваться с кем? Я шучу, я шучу, не-не, разные, конечно, бывают случаи, вот, но иногда, я не знаю, это сложный такой вопрос, мне кажется, очень индивидуальный, зависит от рынка труда и от проектов, от конкретных людей. Часто проекты, в которых я участвую, там, ну, какая-то серьезная студия, не знаю, тебе говорит, просто, там, сделать какую-нибудь штучку, а-ля, вот, и, конечно, там идет речь, чтобы с кем-то чем-то там договориться, то есть, я скорее работаю с теми больше. А вот там есть такой момент у тебя, что, ну, вот, твое, твое индивидуальное, оно, как бы, уходит на второй план, и идет, как бы, общее, скажем так, ну, скажем, стристика проекта, pipeline проекта, вот, это тебя, ну, скажем так, как ты с этим вот работаешь, когда есть очень четко, особенно на больших проектах, очень четкие требования? Да, мне это никак не мешает, на самом деле. Конечно, это, опять же, еще раз говорю, это зависит от проекта, потому что, ну, конечно, если мне скажут, там, сделать какую-то вообще то, что я, ну, чем я страшно с ней не хотел бы заниматься, вряд ли бы что-то хорошее из этого вышло, вот. Но так я, да, я стараюсь, во-первых, искать какой-то свой в этом интерес, свои творческие задачи ставить в работе, в каждой. И, ну, как бы, по... в процессе уже вхожу в этот ритм, и когда решаешь эти задачи, мозгу всегда интересно решать новые задачи какие-то, когда мне становится уже, как бы, интересно, я вникаю в этот проект. Ну, и плюс я всегда стараюсь, опыт, я, как бы, это занимаю больше как опыт какой-то. И нужно понимать, во-первых, свои, свои рамки, как бы, что я могу предложить, что выедет вразрез с общей какой-то стилистикой, да, и этих на этой грани балансировать. Вот, ну и плюс, да, я еще раз говорю, что я вот эту... Стараюсь изучать на каждом проекте какую-то технику, какую-то... что-то новое, что мне поможет в будущем и продвинет меня. Я делаю. Слушай, а у меня сложилось такое впечатление, что ты очень часто пользуешься 3D-софтом, типа брендера, вот, сейчас вот в своих, ну, в своих работах. Я просто тебя даже спрашивал, помню, однажды в Инстаграме. Вот, как часто ты, в принципе, можешь самооценить, как часто ты используешь, прибегаешь к помощи 3D, вот, и насколько для тебя это стало, вот, необходимо? Ну, ну, я бы сказал, что сегодня это почти стандартная индустрия 3D, вот, и сейчас, конкретно сейчас, на сегодняшний день, я использую 3D минимально. Сейчас-то я вижу, да, что-то не используешь 3D. Да, это, ну, вот, какие-то последние, там, может, я выкладываю, это больше 2D такие истории, вот. 3D под задачи, вот, следующий проект полностью, личный проект будет полностью учиться 3D вообще почти без живописи. Без живописи, так сказать? Да, да, почти без живописи. Ого. Так что, да, ну, просто стараюсь себе ставить новые какие-то постоянные задачи. Иногда, я говорю, иногда вот именно хочется просто именно подать новые кипоненты. Просто мне кажется, что самое главное на сегодняшний день – это все-таки твой мозг, твой интеллект, твои какие-то идеи, вот. И лучший способ их развить – это практика, вот. И сейчас пока мне, например, казалось, что вот в 3D мне долго какую-то работу делать, я быстрее это сделаю в 2D. И я просто не буду трать время, я лучше уже, типа, когда я научусь, когда я сделаю хорошо, когда я думаю, что что-то стоит того, чтобы это в 3D воплотить, я же делаю. Вот, как бы я так рассуждаю. Есть некоторые концепты, художники, которые делают концепты в 3D. Вот, когда я увидел, ну, вот именно лепет, вздраж, вот такие быстрые полванки, вот, когда я это услышал, увидел, я потом, ничего себе, вот, насколько людям кому-то удобно работать через 3D, посредством 3D, то есть лепить сразу же в объеме. То есть ты говорил, что, допустим, тебе удобно там, ну, тебе скорее более органично, там, не знаю, начать с рисунка, да, там, какую-то мысль разбить, вот. А кто-то вообще просто с объемной скульптурой, скажем так, практически начинает. Так что, да. В этом плане вот VR больше интересно сейчас, на самом деле. Да-да-да, потому что там ты сразу, сразу мыслишь объемнее, тебе не нужно думать об инструментах. Знаешь, вот этот хайп по поводу VR, он был, я помню, лет, ну, года 4 или 5 назад, все покупали себе эти очки Oculus и вот рисовали, там, ну, пытались что-то рисовать. И вот сейчас я смотрю, практически никто, ну, нигде я не вижу, что что-то интересное из этого, как бы выросло с точки зрения вот именно там, ну, там, изобразительного искусства, ну, именно вот, скажем так, направленного вот в CG-индустрии. Да. Я чуть-чуть ничего интересного пока не видел. И, не знаю, ни на Appstation, ни где. Реально, да, есть такой тренд, что немножко куда-то все пропало. Но я бы сказал, что я видел буквально недавно на днях штуки 3-4 мегаинтересных работы. Вот, например, мой знакомый Шон Севестер недавно был уже персонажем 3D. VR сделал очень клево. Вот, но мне кажется, что, да, 3D, VR, он в качестве просто вступает очень сильно сейчас. стационарной такой истории традиционной. Поэтому, да, все больше в качестве работает. Я хотел еще повернуться к вопросу по поводу того, что написал Лей Белко. Я начинающий художник, я совсем не понимаю, когда можно начать пробую взаимодействие с работодателем. На самом деле, ну, я бы рекомендовал не совсем, вот прям те, кто вчера начали, вот завтра уже хочу зарабатывать на этом деньги, чтобы как-то окупать это. Ну, немножко поучиться. Ну, просто люди по-разному воспринимают, люди по-разному себя оценят. Кто-то там, допустим, учится 2-3 года и называет себя начинающий. Кто-то учится, допустим, там, не знаю, одну неделю называет себя начинающий. И как бы, ну, это немножко разные статусы, и люди по-разному просто еще учатся с разной скоростью. Так вот, по поводу взаимодействия с работодателем, в принципе, можно на любой стадии обучения взаимодействовать, поскольку есть разные способы, разные ресурсы, где себя можно применить. Можно просто применить себя как, вот, есть, допустим, обучение, там, какой-нибудь интерн, джуниор в любой, там, конторе, студии. Такое всегда есть. Есть какие-то штучные заказы, которые есть на ресурсах, типа, там, фрилансерских, где, там, нарисовать что-то не суперпрофессиональное, но нужно это сделать, там, быстро, и, ну, в принципе, чтобы человек просто был ответственный. Вот это тоже есть такой тип взаимодействия уже с работодателем, как бы, в сфере, ну, изобразительного какого-то такого, изобразительного искусства, можно даже так сказать. Поэтому зависит от того, насколько, насколько есть мотивация, насколько вы сами себя оцениваете с точки зрения вашей самооценки, вот. И начать, в принципе, можно с любого, наверное, практически с любого уровня. Только, например, мы куда-то ушли вообще, в любых степи с этим вопросом. Да, точно. Сейчас я согласен с этим. Так, смотри, еще вот вопрос. И как проходил переход на цифровую живопись? Вот, скажите, я, вот, я все, ну, то есть, твой рассказ я все понял, а вот именно как ты перешел на цифровую живопись? С помощью чего? Каких инструментов, какого там? Ну, ты же не просто, знаешь, там, сел и вот, там, начал что-то делать. Ты почему-то учился по каким-то, там, не знаю, ресурсам или что? Вот как ты можешь рассказать об этом? Хорошо вспомнить. Я, наверное, когда я работал вот в карн-индустрии, я очень хорошо изучил в фотошоп с точки зрения, что я больше там фотобашил, и я не рисовал там живопись, а я делал семестровые подачи, обрисовывал там скетч-машин. И я как бы не задумывался тогда о какой-то мега там живописной технике. Я думал просто, чтобы хоть как-то сделать это, чтобы хотя бы это смотрелось, просто чтобы это было бы не существовало. И я тогда, ну, пользовался простыми кистями, там, выделением, всякими простыми формами, простыми инструментами, и постепенно изучил фотошоп. И в тот момент, когда мне нужно было уже… Я хотел, вернее, писать какие-то инварименты за машинами, там. Я просто в каждой работе пытался какую-то новую технику освоить. Там где-то я карандашную… Карандашную основу использовал, там поверх накладывал, и такой лисировкой накладывал цвет и тон. Где-то я более плотно работал. И как бы от работы к работе просто постепенно рос и свои навыки улучшал и увеличивал арсенал тех инструментов, которыми я пользуюсь. А потом, когда мне нужно было уже… Когда уже пошли какие-то заказы настоящие, рабочие, у меня уже не было какого-то супер-большого вопроса выбора, что делать. Мне нужно было просто уже сделать. Тедлайна. И я просто понял себя вот этим инструментом, которые я знаю. Так что только практика, мне кажется, постепенно не бояться головы и каждый день. Слушай, ну получается, что ты просто получается иногда просто почувствовался в стрессовой ситуации. В стрессовой ситуации. То есть тебя стресс, в принципе, подталкивало, чтобы быстро чему-то, ну, что-то собрать, да, из ничего, скажем так, из говна и опалок сделать. Каждый день, каждый день, да. Блин, ну это жестко, да. Вот такой стресс. Я тебя понимаю, да, потому что тоже вот такие моменты есть, когда тебе нужно что-то быстро сделать, и у тебя нет времени, чтобы вот, там, я запланируюсь именно этой неделе, там, изучу это немножко, на, там, через месяц это изучу. Оно так не работает, ребят, так что будьте готовы к стрессу, оно, это, это та вещь, которая помогает нам собраться, помогает нам освоить что-то очень быстро, но при этом мозг не очень любит такие ситуации. Я на самом деле могу сказать, что у меня, ну вот я много таких как бы примеров знаю в жизни, но у меня конкретно был такой пример, что сто процентов именно ты прав, что иногда, ну, мне очень грустно видеть, когда там знакомые пытаются что-то там долго изучить, а их спрашивают, там, как дела, как изучение, там, они что-то долго, типа, годами изучают, там, трядают, что-то делают, а в итоге, в итоге, ну, даже из работы, они, может быть, не знаю, из-за качества, или они уже устаревают, но они даже где-то не появляются, и мне кажется, здесь самое главное, как бы с чего-то начать, что-то уже, что-то делать, а все остальное уже какое-то понимание того, что ты делаешь, уже чуть-чуть больше приходит, у меня лишний так себя. Да, согласен, согласен. Ох, по поводу ОБС, на дорожке микрофон нажать, добавить фильтр, усиление, там уже крутить это супер-пыска. Так, ребят, я это запомню в комментариях, но сейчас я пока не буду делать, потому что я очень боюсь, что какой-то окно слетит, как обычно, не всегда бывает на стримах, поэтому, так, диггер, да, про него мы говорили. Вот, кстати, да, вот тут люди не понимают, а, ну, в принципе, ты про это уже говорил, про живопись Джорджа тоже интересно, живопись мухи, конечно, специфическая, вот про живопись, расскажи про свою живопись, и в принципе, ну, ты говорил, что ты пишешь, какие у тебя, в принципе, ориентиры в живописи, ну, наверняка есть какие-то, грубо говоря, референсы, то тебе, что тебе нравится в живопись, как, в принципе, ты подбираешь, ну, технический момент, когда ты подбираешь цвет под же самым, мне кажется, это интересно. Мне кажется, что вот изучение классической живописи, оно мне не просто очень много дало, а это, собственно, то, что, единственное, что у меня есть в плане вот моих каких-то ориентиров, но ты под классической живописью понимаешь и импрессионистов, и для лакруа, ну, вся живопись, которая, вообще, все искусство, которое было, то есть я каждый день даже что-то новое, я даже сегодня узнаю, именно искусство, и я, как бы, я начал с каких-то, с изучения Ренессанса, и вот до сих пор, там, изучаю 20 век, не знаю, каких-то мастеров, и, ну, вот это, собственно, и всегда у меня в голове какой-то референс, то есть когда я думаю о какой-то работе, как ее сделать, какие тета взять, у меня всегда какой-то в голове всплывает, конкретный, как бы, ориентировать, как лучше сделать, это уже, ну, как бы, на уровне каких-то инстинктов выработался, вот, а так, да. Ну, как бы, чисто технически, если смотреть на твои работы, там, я бы не сказал, что прям вот есть референс какой-то там из Ренессанса, Ренессанса, скорее, да, действительно, есть такие импрессионистические нотки, есть нотки, такого немножко символизма конца девятнадцатого века, ну, по мой взгляд, опять же, Врубель и компания, вот это, ну. Я не правильно сказал, я имею в виду, что я, как бы, начал с Ренессанса, вот, но, естественно, потом я старался, как бы, все, все, что есть, все, что я видел, охватить, вот, я не говорю, что там остался на Ренессансе как в живописи, вот, просто используем, используемся, что можно, Пикассо говорил, спрошь художник ворует. Так, еще раз, как художника зовут? Сори? Ты сказал, хороший художник что? Кто? Ворует. А, ворует, да, да, я сказал имя какой-то какого-то художника, я подумал, что там ворует. Ворует, да, ну, да, да, ворует и художник, да, я вспомнил это, да, устойчивое понятие. Так, ну, ты ответил, да, на вопрос, который я просто немножко в комментариях... Я забыл вопрос. Ладно, я тоже забыл. Нет, там было про живопись, на самом деле, вопрос, но вроде ты ответил про, ну, чем, как ты учтился этому и чем навдался. Как я понимаю, вот, судя по твоим некоторым работам, которые я, ну, читаю описание, не всегда просто понятно с экрана, что, как эта работа сделана, чисто технически, но вот читая описание, я понимаю, что у тебя часто написано Mixed Media, то есть ты сочетаешь, ну, возможно, что это даже не диджитная картинка, а реальная, то есть ты сочетаешь печать и живопись, как я понимаю, или как, расскажи, вот, некоторые работы твои, какие типы и медиа ты сочетаешь, когда написаешь Mixed Media? Ну, во-первых, я сочетаю фотографию. А как фотографию? То есть как, в смысле, ты имеешь в виду, печатаешь фотографию и с ней работаешь, или как, или ты имеешь в виду фотографии? Я имею в виду фотошоперы. Я имею в виду фотошоперы, во-первых, работаю с фотографией очень много в своей живописи. Во-вторых, я работаю с реальными медиа, иногда что-то сфотографирую. То есть я, например, распечатываю работу, вот, я сейчас последний распечатываю. Я не знаю, меня видно или моя камера? Если кому-то видно, вот последняя работа, которую я, одна из последних работ, которую я делаю постоянно, это… Я взял реальную работу свою, которую я написал в digital и распечатывал ее, потом дописал акрилом, почти переписал и сфотографировал телефоном просто. Разные куски и стал создать их в фотошопе. Смотрите, что из этого получается, потом снова распечатывал, снова пошил с акрилом по ней. Я не знаю, зачем я это делаю. Но в каждой работе просто какой-то разный подход, просто исходя из того, что работает и что мне хочется сделать. Нет каких-то рамок, какой-то особой техники. А ты печатаешь сразу на холсте или наклеиваешь потом на него? Сразу на холсте. Ну, я такого еще никогда в digital практике не слышал, что вот так, прямо на холсте сразу же. Но посмотрим, то есть у тебя есть уже работы законченные, которые вот в такой технике сделаны? Да, ну вот та, которую я только что показывал. Просто у меня это вторая работа. Первая уехала уже в Италию. Летит там на стенке. Сейчас я пытаюсь найти в Инстаграме, может быть, у меня есть с ней пост. Хочешь через телефон показать или как? А я не знаю, как мне. А, я могу уже принять решение. Да, только желательно, чтобы у тебя этот экран не слетел. Ну, в общем, да. Ну, вот, например, вот эта работа. Это digital работа, я могу показать оригинал. То есть, напечатал ее, потом дальше уже доработал и после этого уже не перепечатывал. Я вижу, Роберт подключается. А, да? Серьезно? Да, исторический момент. Так, да, да, да. Возвращение легенды. Пебзя, всем добрый вечер. О, да, я слышал голос Роберта. Извините за опоздание, дела были. Тут Джордж сказал, что это исторический момент, когда ты присоединился. Ты, наверное, нас не слышал, да? Ну, то есть, до этого, что мы общались. Не-не-не, у меня не было возможности, к сожалению. Мы сейчас с Ренатом обсуждаем микс-медиа, какие есть примеры, я не знаю, в моих работах, как я использую микс-медиа, типа распечатки, диджитал, и как я совмещаю, я сейчас показываю как раз вот этот пост в Инстаграме, я дорабатываю работу, а вот она, например, в оригинале, в диджитале, я ее, как бы, такую, прямо, некачественную распечатал, и это смотрелось очень-очень плохо, и я потом это просто поверх красками поэтому доводил, потому что я хотел, чтобы просто смотрелось хорошо, и не способом реально это написать с окрасками. Угу, очень интересно. Продолжайте. Ну, продолжаем. Ну, ты можешь еще показать какие-нибудь работы, которые тоже сделаны в такой технологии? Кстати, эту работу, она у тебя в Инстаграме есть, да? Или нет? Или не было? У меня есть фото с мастерской моей, где я ее пишу. Ну, теперь мы увидели, это такой неанонсированный проект. Вопрос, это все акрил? Да, это акрил, как я понимаю. Да, да, я акрил пишу. Прикольно, прикольно. Так, ну, хорошо. Давай тогда дальше продолжим по вопросам. Я тут еще сейчас запутаюсь. Как вам Дюна, кстати? Снова Дюна, это вопрос. Смотрели? Я большой фанат Дюны. Я читал все книги. Ну, не все, ладно, я пять книг читал из восьми. И, честно говоря, ну, вот я просто, мне интересно было именно первое, больше всего, поэтому я очень советую почитать, кто не читал первую книгу Дюны. А дальше я уже пошел просто, потому что мне было интересно вот эта вселенная и что этот автор еще написал. Да, ну, это, конечно, это очень клево. Тем, кто не знает, не читал книгу, мне кажется, сложновато смотреть этот фильм и понять, как бы, о чем речь. Вообще, это легендарная такая история. Вот, Ренат, я слышал, ты до этого упоминал Ходоровский Дюну, я тоже смотрел этот документальный фильм. Да, я не смотрел, но я упоминал, да. Я смотрел, я смотрел офигенный фильм. Может быть, сейчас многим давно снилось, потому что я каждый раз упоминаю этот Дюну. Почему каждый раз? Я не знаю, мне кажется, на каких-то разговорах, где я был, в течение уже нескольких лет я упоминаю этот Дюну. В смысле, документалку вот эту? Да, 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 Ходоровский. Так она же офигенная, там просто про всех рассказывается, про всех крутых ребят, в общем-то. Да. Да, это правда. То есть он, короче, это был фильм, который вообще открыл дорогу «Звездным войнам» и «Чужому». То есть так Гигер пришел в кино. Они первые выцепили Гигера, потом Мебис, Мебис, стал работать в кино. Дебют. Потом все, вся команда, которая занималась Репродакшн, Эдюны, которую так и не сняли. Они в итоге сняли «Звездные войны», благодаря этой раскадровке, которая была уже, существовала и ходила по студии. И команда, которая занималась, оператор, по-моему, и главный чел по VFX, они сняли «Космическую одессею» с 2001 года, Станли Кубрика. Поэтому это большое влияние на этот метод. VFX – это Дуглас Трамбул, кажется. Да, да, точно. Как обычно, знаешь, тех актеров даже французских не суперизвестных. Не, он просто, величина такая, голливудская. Ну, не только над этим, он еще над целой бесконечной серией всяких блокбастеров он работал. А, на бегущем по лезвию первым он ставил эти спецэффекты. Все аналоговое, все макетное. Что-то не знаю. У Винча классная графика. Да, точно так и есть. Это комментарий. Можно ли провести сегодня обзор портфолио? Ребят, давайте не портфолио, давайте просто работ, которые… Ну, вы можете скинуть одну работу, которую вы, допустим, сделали не сегодня, но хотя бы желательно по тематике. Вот. Мы посмотрим. Я недавно узнал, что Эйзенштейн был очень неплохим художником. Так, к слову. Вы видели, кстати, ну, картинки Эйзенштейна? Да, я видел. У него там такие очень пошлые картинки. Вот. Я просто видел обзор на канале Культура. Вот. И там такие… Или, может быть, это было на культуре, я не знаю. На этом есть очень такие пошлые картинки. Ну, это так. Да, графика у него, в принципе, неплохая, такая немножко в стиле Кукра-Никсов мне показалась. Венат, я к вашим картинкам возвращаюсь. Ну, и вообще, есть такие авторы в настольных книгах. Спасибо. Джорс, скажи, как ты ищешь клиентов, проекты, если они не приходят к тебе сами? честно говоря, я не был на этой ситуации в последние пару лет, чтобы прямо вот мега как-то искать, наверное, если бы было как-то само или какие-то случаи неслучайные, не знаю, какие-то там, не знаю, сделал, вот я однажды работал, например, год назад для канадской студии, я сделал Medal of Honor, и меня там так хорошо запомнили, что потом либо другим ребятам советовали меня, либо потом это же студия еще обращалась. Вот поэтому как само встречалось вообще, я бы сказал, что для тех, кто хочет найти работу, найти клиентов, вызывать свою личную портфолио, свою стейшн, интеграм, свой сайт. Свой сайт даже, ты сказал? Да, да. У тебя есть личный сайт, У меня, нет, у меня есть сайт студии, наши с вами студии, вот, но у меня лично сайт. Расскажи про студию, мне вот интересно, ну, для чего вы ее создали, ну, в принципе, какие цели преследуете, вот, но это не такой вопрос, сфотлоков, а просто мне интересно, как бы, какой тип потом в дальнейшем сотрудничества и в принципе какой тип производства он планируется, я понимаю, это анимационная студия? Да, вообще мы как-то просто вместе, так получилось, в общем, что мы вместе просто работали долгое время и называли себя неофициально студией, вот, просто шутили, какие-то проекты, которые у нас были, мы делали вместе, друг другу помогали, и поэтому мы стали называть себя типа, вот, мы следили, вот, а потом, какой-то момент, когда наш опыт какой-то творческое видение переросло, доросло до конкурента, что мы были готовы уже что-то серьезное, взрослое сделать, вот, мы сделали студию, и продакшн студию, где мы вели те проекты, которые у нас уже появлялись до момента, по продакшну, анимации, клипы делали, в общем, те проекты, которые мы брали, вот, не сольно, а на студию. А в этом, ну, была какая-то, в принципе, необходимость, то есть, ну, именно, технически, это можно же было, в принципе, делать и так, студия, как просто, ну, объединение людей, в общем, именно студии. Ну, не знаю даже, у нас просто так сложилось, я думаю, что у всех бесконечное число способов, может быть, как что-то делать, в нашем случае просто мы делали, там, проекты, не знаю, мы сделали для студии кунг-фу, там, с ними сделали клип, мы там взяли все бэкграунды на себя, анимацию, и персонажи, и композитинг, вот, и у нас был уже там кредит, как у студии просто, официально было, я оформил как студию, то есть мы под ключ брали какую-то часть на себя продакшен, вот, в чем была особенность, нежели чем мы, мы просто один художник не будет что-то пересылать. Слушай, а анимацию, как вы делали, то есть, у вас есть опыт, да, именно в анимации, в анимировании? Сейчас его есть. Я понял, вы тактику, браться за то, что пока не знаешь, и... Да, почему бы и нет? Не-не-не, просто, и в таком, в нервозном состоянии, да, что весь такой, там, ночь не спавший, но сделать этот таск, там, сделать задачу. Не-не, ну, почему, если мы говорим, как бы, про такую студийную историю, то там у нас все было на тот момент хорошо организовано, так просто совпало, что мы познакомились с нашим тогда продюсером, и нам помогло просто организовать, структурировать саму работу, и такие вещи, которые мы не знали, естественно, была команда, которая... А сейчас студия как-то, вы работаете еще вместе, да? Да, 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 мы работаем на некоторые проекты, которые мы не лично делаем, как бы не как просто художники. Какие проекты там, мы делаем в студии. Джордж, слушай, а у вас же вроде как с Ваней есть какой-то проект, на котором вы долго работаете, это чувство ваш личный. Я как раз, как раз хотел подвинуть его, спасибо. В общем, да, мы делаем с Ваней после Альберта, после того, как мы закончили там работать, мы решили на год запереться у меня на даче и делать свой фильм как Пушкин «Болдинская осень». Это было кодовое название фильма «Болдин 2». Подожди, подожди, Джордж, «Болдинская осень» это что, произведение Пушкина? Не-не, «Болдинская осень». Это было время, когда карантины появились в стране из-за чумы или чего-то такого. И Пушкин поехал продать свое имение, что-то там сделать. И в итоге он застрял там на несколько месяцев. И вот эти несколько месяцев это самое продуктивное время вообще в русской литературе. Типа никто никогда столько не писал, как Пушкин написал в то время, когда он заперт. Просто без интернета, без Инстаграма. Да, так как Пушкин без Инстаграма тоже. То есть получается, изоляция вам только на руку была в этом плане, да? Да, и собственно, когда мы вот как раз мы поехали ко мне на даче, стали делать свой проект и вся эта история произошла с ковидом и шутки оказались правдой. Немножко жутко. Ну да, вот мы до сих пор делаем этот фильм. там и во всех прочих наших обязанностях. Это короткая этажка? Да, короткая этажка мы свои делаем. Ну там ведь нет Инда, может расскажешь там чуть-чуть, а на чем основана там она, или как бы это его собственный сценарий? Да, это наш сценарий. Вот мы сами написали сценарий, разработали своих персонажей, и там история про... Как бы так сказать, чтобы не спойли, у тебя просто эндашки нет, но спойлер, узнаешь, тоже не хочется. Эта история про... Я не спойлюсь, но хочется сами все убить. Слушай, а на какой... Можешь рассказать, на какой стадии сейчас проект, хотя бы примерно? Или хотя бы когда можно ожидать? Это хороший вопрос, потому что он очень комплексный, на самом деле, и не такой простой. Я бы сказал, что это стадия препродакшна. Просто стадия препродакшна это такое размытое понятие, которое может длиться непонятно сколько, но в данном случае у нас есть как бы... Мы наработали... Поскольку у нас нет опыта, мы сами все пытались сами вытянуть, сами получили этот опыт, сделать как фильм. Никогда раньше такого стадия продакшна мы не делали. И мы сделали кучу арта, кучу идей наработали по сценарию, кучу персонажей. И постепенно, постепенно работая в индустрии параллельно, мы нащупали какой-то свой pipeline. с которым мы хотим сделать этот фильм. И сейчас, в то время, когда у нас есть все эти инструменты, и когда у нас есть время, мы собираем свой аниматик на основе страйкборда. То есть аниматик это такой сырой сырой вариант фильма из карандашных скетч. То есть где уже все, все уже есть, все заложено. Естественно, помимо законченных артов и цепторов. Это будет короткометражка на сколько примерно по времени? 20 минут. Это прям такая полноценная короткометражка. Ну да, такая долгая. Да, слушай, интересно, интересно. То есть, в принципе, можно ожидать вашего появления на любовь смерти роботы какой-нибудь сезон. 10 минут. Хотя бы 10 минут. Просто это все заранее, конечно. И что делать? Уже не знаю. Уже, по-моему, третий сезон уже застал блен. Может, давайте вопросы задать чуть-чуть. Роб, ты, кстати, с нами рисуешь или нет? Или ты просто пока задаешь? Ой, ребят, я что-то я на самом деле так дико шатался на работе, что у меня просто сейчас рендер идет, и я просто боюсь, что не смогу включить фотошоп. А, ну ладно, да, ты можешь пока, ну, просто да, я просто пока посмотрю по базарю. Рената, ты тоже рисуешь? Я, да, конечно. Блин, я просто вижу твое ларды. Я вижу только свой экран, я просто вижу только себя. Ты знаешь, это нормально, все гости не видят. Я могу только если вдогоночку бросить на днях что-нибудь нарисовать. А какая тема вообще напомнить? Ну, может, какой-нибудь пейзажик сделать. Индустриальный? Слушай, нет, не обязательно индустриальный, можно какое угодно. Окей, хорошо. Давайте я вопрос задам из, вопрос из зала. Может, Джорджи писать примерный пайплайн в работе именно над концептами Envira для заказчика 3D? Фотобаш и живопись поверх или все всегда по-разному? Я бы сказал тут не то, что по-разному, а и да, по-разному, и это зависит скорее от самого художника, то, что художник делает. Твой именно опыт. А, мой опыт. Я обычно начинаю с поиска референсов, когда я их утверждаю. Я делаю скетчи и фотобаши, а потом уже на основе фотобаши, если нужно, если вообще это необходимо, я делаю 3D. чаще всего это ограничивается живопись на основе фотобаши. А референсы какие? Я еще референсы. Референсы, ну, как бы, чего референсы? Каких-то других рисунков или референсы, там, не знаю, природы, или чего-нибудь, не знаю, завода каких-нибудь, что это за референсы? всего вообще, что есть, что существует. Если референс, может быть, любой, мне кажется, то есть, главное, доказательство видео. То есть, ты заходишь, допустим, на Pinterest, и так, сейчас я ищу референсы, там, какие-то, прописываешь слова, и в итоге находишь что-то для себя. Да, ну, чаще всего у меня просто уже в голове какой-то есть, уже сразу рождается какое-то видение, куда я хочу, что мне в этом интересно. Я сначала с этого начинаю. То есть, я начинаю с того, что вообще мне от этого проекта интересно, и что я хочу изучить, сделать сам лично, а потом уже в эту сторону. Да, правильно. Такой вопрос. А вот, кстати, проблема может быть похожая. Вдруг подскажете, как вы считаете, в какой-то небольшой, в какие-то небольшие студии есть смысл вказать портфолио по большей части состоящие из карандашных набросков? Вот. Я, наверное, неправильную интонацию выбрал, но вообще этот вопрос, нужно ли кидать карандашные скетчи куда-либо, в студии небольшие. Можно ли это считать как полноценным артом? Вот, наверное, такой был посыл. Роберт, Джордж, может, есть какие-то у вас мнения? я считаю, что можно все в этом мире. Если у вас получится доказать, что вы умеете что-то на основе сказать, нельзя сделать это словами, сделать это словами. Вот, но, конечно, смотря на какую позицию, но чаще всего работодатель хочет, конечно, увидеть разную вариативность и разные навыки человека. то есть мне кажется, что важно показать, что ты умеешь владеть и и живописью. кто может это сделать, ты можешь оперативный человек, который не зациклится на чем-то одном и владеет разными техниками, инструментами, веществе, подход какой-то новый. Но мне кажется, вполне можно и комментировать и скетч, если, допустим, делать storyboard, этого вполне достаточно. Ну, да, вообще, на самом деле карандашные скетчи вообще за милую душу. Если они сделаны хорошо, почему бы и нет? То есть они абсолютно хорошо показывают идею. Опять же, как мы говорили, видимо, это будет уже лейтмотивом нашего стрима. Не важно, в чем вы работаете, в каком медиа. Если вы крутой профессионал, у вас интересные идеи, то можно это делать хоть пальцем на телефоне, знаете, там можно в блокноте рисовать. Вот. Если это нормально получается, и они понятны кому-то, кроме вас самих, то почему бы и нет. Роб, ты как считаешь? Да, в общем и целом, да, я согласен. целом. В общем, там не ничего добавить. Да, тут уточняет человек, я имею в виду не прям драфтово, двухминутные, но не рендер. Ну, и CG присутствует, конечно. Ну, да, мы ответили на вопрос. Рената, вы где сейчас работаете? Я работаю сейчас на одном анимационном проекте, тоже пока не буду говорить, что это такое, вот, потому что, ну, мало ли, все, тут тоже МДА и все остальное, вот, проект выйдет, ну, не скоро. Привет, как ты ориентируешься в обилии кистей, как сортируешь? Что же ты сначала нашего трима? Я вообще не ориентируюсь, честно говоря, я просто выбираю, я тыкаю, я так, примерно, знаю, потому что большинство кистей я сам делал. Серьезно? Ты делаешь кисти для себя? Ну, да, но сам это быстро. Иногда быстрее сделать кисти, чем... Тебе мало миллиарды библиотек кистей, которые у тебя есть, ты еще делаешь собственные кисти. Ну, иногда просто под задачей, под конкретный проект. Так это же очень быстро. Просто заходишь на Pinterest, ищешь какую-нибудь картинку с паттернами разными и рандомно закидываешь и пробуешь. Это как вариант. Ну, да, да, кисточку. О, Джорж, у тебя пропал экран. Или ты специально у тебя? Укран? Нет, у тебя пропал экран. У меня написано, что я еще шарю, я вижу зеленые штучки. Кто теперь играл? Нет, черный все. Давайте просто еще раз. Можно еще раз расшарю? Давай еще раз расшарь, да. Сейчас тебя видимо. Не, черный экран со мной. Блин, может быть, зум перегрелся? Потому что мы уже стримили больше трех часов и зум не перегревался. Блин, только опускайся. Слушай, написано, запустите, запустил демонстрацию экрана, шелкните два, ну, это не нужно. В общем, короче, ты показываешь экран, но почему-то у тебя он черный. у тебя несколько моников, может, он какой-то другой показывает. У меня два моника, но это еще никогда не было проблем, честно говоря. Я вижу просто зеленые штучки. Слушай, давай так, давай, у нас на самом деле осталось, в принципе, стримить еще, наверное, минут 15, но мы будем, да, мы в целом два часа стримим, где-то там какое-то время смотрим работы. Давай так, давай еще мы как раз эти 15 минут, 13 минут порисуем, вот, ну, пускай будет пока черный экран, ничего страшного, потом просто работу скинешь мне, я ее на свой экран выведу. А попробуй, можешь попробовать еще раз мне дать решались? Мне кажется, ты запаузил экран, просто я попробовал именно фотошоп решались. В смысле, что еще раз нужно сделать? Просто сейчас только от тебя, только твой экран, ты можешь сам его контролировать, потому что тебя видно, вот тебя сейчас, твое лицо видно хорошо, а вот именно экран не видно, то есть... Сейчас он не боялся, нет? Не, не боялся. блин, какой отстой. Давай так, давай, просто сейчас я не хочу просто перезаливать снова Zoom, потому что это будет... не боюсь, Давай, поскай будет тебе черный экран пока что, потом посмотрят твою работу уже на моем экране, я ее покажу у нас, собственно, у себя. Давай, тогда ты и рисуй, продолжай. Я очень надеялся, что мне не придется показать, закончена работать всем. Типа, типа на закончене, точно не будет. Не, ну, как есть, так есть. Ребят, давайте так, давайте еще мы пять, давайте так, пять минут оставим на время, время на заканчивание. Вот, и те, кто сегодня хотел показать свои работы, скидывайте, пожалуйста, их мне. Вот, скидывайте мне работы, я буду их, ну, мы потом в конце их посмотрим вместе. Поэтому давайте, да, давайте уже начинать скидывать. Я пока буду рисовать и задавать вопросы, вопрос еще интересный. как ты ориентируешься, в кистье я спросил, есть ли амбиции двигаться в направлении современного искусства или главный фокус все же на индустрии развлечений? Такой вопрос. У меня есть амбиции двигаться в современное искусство. Как ты, кстати, понимаешь для себя современное искусство, что это такое? И, ну, что понятно? Я изучаю это каждый день, могу даже посоветовать, есть такой на ютубе канал, очень клевый. Я забыл, как называется. сейчас я найду. Короче, да, я планирую, собственно, вот мое личное творчество, чем я занимаюсь, я пытаюсь постепенно, постепенно, постепенно двигать в сторону современного искусства, но, естественно, под тем ключе, в котором интересно было бы мне это делать. И, конечно, в планах всякие там инсталляции и так далее. Тем более, что сейчас, ну, благодаря тому, что есть возможность работать в 3D, сейчас не нужно в связи с инсталляцией делать по-настоящему. Можно эти концепты накидывать бесконечно. Поэтому это очень интересно, я считаю. А у тебя был какой-то опыт, в этом плане? Ну, в инсталляциях, например? Инсталляциях, именно живую, ну, я, может быть, что-то делал. можно так и так. Я делал там пару выставок еще, потому что учился, но это, конечно, я сейчас не рассматриваю как это портфолио по современному искусству. Поэтому, да, я бы начал с чистого листа. А твой багаж, который ты получил в Мухе образование у Александра Сергеевича и на кафедре автодизайна, вот, он тебе помогает или наоборот тебя в чем-то стопорит в плане того, что ты, как бы, ну, есть некая дисциплина, которой ты, которой ты обучился. И вот эта дисциплина, она помогает ли тебе или наоборот мешает? Мне это еще никогда не мешало, никогда меня это не стопорило. Наоборот, мне всегда это помогает, это моя, как бы, эта крепкая спина, которая меня держит. то есть я спокойно могу переключиться с рисования там персонажа на рисование бэграунда, я могу нарисовать машину, могу еще что-то сделать в 3D, в 2D. Вот это, конечно, это большой опыт, это большой арсенал навыков, инструментов, которые, особенно базовых знаний, что самое важное, которые помогают мне быть свободным в том, что я делаю. Класс. Да, ответил на вопрос. Поднимает что-то у меня работает. А, все, понятно. Так, хорошо, круто. Ребят, да, скидывайте обязательно работы под стрим. Ну, в смысле, вот у нас есть стрим, и в комментарии под стрим обязательно скидывайте свои работы, чтобы мы их смогли скачать и посмотреть. А, иначе я их просто не увижу. Я пока создам папочку. Ребят, и скидывайте пока свои работы. Роберт, может, какой-то вопрос задать, тебя не было. Сейчас, ребят, два минуты. А, ты тоже, что ли, что-то рисуешь? Хитрюга. Да. А, что за канал? А, кстати, Джордж, что за канал по на YouTube? Ты не сказал. Я, честно говоря, прямо сейчас ищу. А, я просто помню, что это был канал Bloomberg, и у них была серия из 70 видео по современному искусству. Каждая серия была по полчаса с разными современными художниками. И я планировал посмотреть их все, но посмотрел где-то 40. И больше как-то я забил на этом. Но я планирую досмотреться, и, по-моему, они, может, они пропали. Я знаю, тем. Ну, кстати, вполне может быть. А, точно, это было, это было, да, да, вот я вбил в YouTube Bloomberg Brilliant Ideas, и тут 74 видео в подборке. Ага. Я не очень криво. Они описывают язык, скажем так, искусство, или они какие-то конкретные примеры, или они обучают, мне кажется, нет такого сегодня понятия, как там общее современное искусство. Мне кажется, все, что люди делают, это все современное искусство. Просто сейчас мир очень локализирован, и есть куча-куча всего, настолько куча всего, что люди даже не слышали вообще, что происходит там в соседнем столе, они тоже там думают за планеты. Поэтому все художники, они очень-очень разные, их нельзя связать какой-то единой нитью даже. Потому что кто-то смотрит в прошлое, кто-то в будущее, кто-то делает там, кто-то строит новые машины, кто-то их наоборот зарывает в землю, там, разбирает на части, взрывает их, что-то еще делает. Вот. И я бы сказал, что это все это основано на каком-то личном опыте людей. И там как раз идет речь в каждой серии про разного конкретного художника. Это скорее знакомит нас с разными гранями того, что сегодня происходит в мире. И тут нет какого-то ответа, а есть скорее обучение и развитие. Когда мы себе сами задаем вопросы, чем мы бы хотели заниматься. Раз можно все и какие разные примеры. Вот, знаешь, да, меня когда-то сказал, когда можно все, и когда нет какой-то нет границ в принципе, то и критерии размываются. То есть критерии хорошо-плохо, критерии понятности, непонятности, вот это меня больше пугает в савриске, вообще в целом в этой не знаю, отрасли, не знаю, даже назвать это целая индустрия быского, современное искусство это в принципе индустрия уже сложившаяся со своими там аукционами, прочее, но мне непонятны критерии оценки. Вот, критерии только если это идея, ну, может быть, но тогда любой текст в принципе уже является произведением искусства, любое слово, высказывание тоже в принципе уже есть произведение, вот поэтому мне это вызывает вопросы, я может быть вот в этом не очень понимаю тогда границы это вопрос? Это просто мой комментарий к вопросу, который был задан про современное искусство. Есть ли амбиции двигаться на уровне современного искусства? Наверное, если это был бы вопрос, то он изучал бы что-то вроде каков твой критерий подобных вещей. Спасибо, Роберт, что домыслил, кстати, да, давай, Доджик, да, вот если твои критерии, какие, кстати, интересно, у нас еще есть какое-то время, поэтому давайте об этом. моих критериев наверное два. Я бы сказал, что это признание и это актуальность. Вот я считаю, для меня, например, я могу привести пример, наверное, один из самых таких актуальных интересных художников на сегодняшний день это Кань Уэст, как бы кто не относился к нему, мне кажется, что он не занимается каким-то там крафтом, да, а больше высказывается в моде или в том, чем он занимается, в музыке, высказывается на тему актуальных современных проблем и делает только то, что по-настоящему актуально, по-настоящему поможет людям, по-настоящему спасет мир. Это и есть сила искусства для меня. Слушай, я на самом деле даже не знал, что Кань Уэст занимается современным искусством, не музыкой, а вот даже не... Он сам просто спустя так говорит, типа, я Микелан Женбал с первой. Ну, у него там все подряд, он же вроде как из фэшн-индустрии, там, какие-то показывания постоянно, если не ошибаюсь. Да-да-да, как и есть. Давай, хорошо. Сейчас я только это... Скорбану и все-таки у нас... Ребят, да, те, кто еще хочет скинуть свои работы, скидывайте, поторапливайтесь, пожалуйста. Вот. Я вроде скачал два работы, которые всех тех, кто скинул. Есть кто-то еще хочет, так что давайте скидывайте. Мы сейчас посмотрим вместе. Вместе с Джорджем, с Робертом. Вот. и... Да. В общем, в общем, скидывайте, короче. У нас есть так, что-то будет еще вот. Так. Исторожно. Так. Вообще, конечно, интересная тема. Сейчас в двух словах наверное не раскрыть всех ее нюансов. если вот я про свой критерий тоже могу упомянуть. Они максимально размыты на самом деле в этом плане. И я, наверное, мыслю больше категориями красоты и интереса. То есть в принципе вопрос искусства даже, наверное, немножечко испаряется в этот момент. То есть я тот человек, который, например, на пешеходном переходе минут по пять фотографирует текстуру зебры какой-нибудь или кирпича или еще что-нибудь. У меня телефон просто ломится от фоток луж на асфальте и тому подобного. Тому подобной фигни. По-моему, тут еще большая доля участия зрителя и вообще в плане актуальности и в плане всего. То есть какую работу ты совершаешь как зритель сам по себе? Но от тебя на самом деле да, зрителям много зависит. Ну да, то есть всегда есть какой-то порог вхождения, то есть ну и что можно назвать искусством, а что нельзя, как бы такое, блин, очень-очень зыбкое размютое поле. Так что, конечно, вопрос критерия он такой всегда немножко не знаю, с укольчиком в бок, с заточкой под ребро. Сначала с укольчиком в бок, была заточка под ребро. Ну да, легкий укольчик с заточкой. Так, ну что, давайте тогда посмотрим тогда, что ребята скинули на ревью. Джордж, ты можешь скинуть свою работу тоже мне либо в личку, либо под стрим, не знаю, ну как тебе удобно, чтобы мы тоже посмотрели. Давай, если ты сейчас скинули. Черный экран сейчас и... Так, я тут еще вопрос не дочитал остальные. Тут будет подходить ревью, ну посмотрим в конце работы. Ринат, очень динамичный и красивый получается пейзаж, спасибо. Привет, а стрим будет сохранен? Конечно. Ринат, а ты тоже рисуешь? Блин, Рок, ты как будто со мной стримишь в первый день. А что я делал за это время? А для 3D окружения, а для 3D для окружения или для персонажей? Джордж, 3D для окружения ты в основном делаешь или для персонажей? тоже используешь для окружения? Для окружения. Для окружения. Вопрос, ответы. Влендере, да, обычно или как? Да, влендере обычно. Роберт, ты не спел ничего нарисовать, да? Такой вздохом. Зачем ты меня спрашиваешь? я же сказал. Все, не буду тебе больше доставать. Вообще, у меня была идея найти какую-нибудь старую работу и поставить два мазка и скинуть ее. типа я успел что-то нарисовать. Старую работу студенческую? Нет. За рабочим компом и тут ничего нет. Так, ладно. Ой, нравится. Когда решил доработать свой идти в CG? Так, ну, посмотрим. Это интересно. Павел. Ну что, ты скидываешь? Я тебе как раз мячик скинул то, что я вас поставил. да, я вот как раз вижу. А, прям даже этим документом скинул. А что-то не скачивает, слушай. А ты можешь картинку скинуть, если несложно? Не документ, а картинка. Я не скачиваюсь почему-то. Уфаю. Либо я. А, все, скачивается, все нормально. Я уже картинку скинул. Ну, все в порядке, пускай будет два варианта. Отменил уже картинку. Да, я включил. Да. Сейчас, Ренат, ты включишь, а там вообще совершенно другая работа. такой, Джордж, за это время пока черный экран, ты так, нет, все, надо что-то другое. Мне кажется, Джордж специально это сделал, у него вообще в принципе была работа уже закончена. И этот фокус был для того, чтобы просто подменить работу. я бы на самом деле потом закончил я. Ну, ты можешь в любом случае, конечно, закончишь я. Задание, домашнее здание сработать, закончится да, безусловно, как же без законченных работ. давайте сейчас я расшарю, ты можешь сейчас переходить на стрим ВКонтакте, вот, ты можешь зайти ВКонтакте, включить стрим, чтобы ты тоже видел, я говорю тебе, Джордж, чтобы ты видел тоже, что у нас на стриме показывается сейчас, вот, на моем экране, ну, со стрима, и мы с тобой будем обсуждать, что мы в итоге видим. Так, ну что, ребят, в общем, вот моя работа, что я успел сделать, такой, скажем так, кашется на этот на возюкал, в общем, как обычно, не законченный этюд, но что есть, то есть. Давайте посмотрим работу номер один из присланных. Как обычно, первым начинает комментировать гость, Джордж, вот, такой вот этюд, какие ты можешь сказать здесь моменты, что можно добавить, поправить. Все ребята тоже рисовали, получается, как мы, тоже время, да, два часа? Да, да, то есть мы все в одном, кроме двух человек, я потом скажу, кто конкретно, вот, но все стороны рисовали. или мы увидим это по работе. Да, ну мы увидим это по работе на самом деле, там, то, что будет в 3D, вот, в общем, Михаил рисовал, ну, вместе с нами. Два часа. очень круто, мне кажется, очень красивое состояние, взято все, все часы, кожа, по цветам, особенно, но состояние мне, мне очень нравится, мне кажется, что в дальнейшем просто не хватает каких-то жестких касаний, потому что живопись это в первую очередь касание, разница касаний. Здесь все касания, как бы, для подмалевки это нормально, что все касания более-менее одинаковые, и тут они все такие мягкие, вот, а чтобы эту работу закончить, мне кажется, нужно какие-то жесткие, вот эту линию горизонта прям жестким сделать, как бы или нет касаний. А вот, кстати, по поводу композиции, ты заметил, что здесь композиция немножко переначена, то есть там примерно пополам делится горизонт, ну, плюс-минус, а вот здесь, кстати, по-моему, уже две трети, это, как бы, вниз, а одна третья, это верхняя часть, мне кажется, это композиционно лучше, чем нежели делить пополам, жестко, вот. По поводу мазков, ну, жесткости касаний я с тобой согласен, абсолютно, вот этот именно горизонт, который сейчас ярко выделен, да, вот этим рассветом, или закатом, рассветом, скорее всего, он хорошо работает, когда он четко обрисован, здесь получается так, что где-то он теряется, где-то, где-то силуэты деревьев не считываются, я бы и сделал по более конкретным, вот, ну, и вход в композицию, вот эти, как называется, оградку, может быть, тоже можно сделать по контрасту. Роб, ты что-нибудь можешь добавить? Кстати, если у тебя есть какой-то комментарий, Роб, то ты можешь не ждать, я можешь сразу же говорить. Мне нравится текстура на деревьях, очень, ну, не знаю, мне просто так отсюда видно, ощущение, как будто это акрил по мелованному картону, потому что он так интересно промазывается кисточкой, так, чтобы бумага светится, ну, я не знаю, была ли такая цель у автора, но эффект такой интересный получился, мне нравится. Вообще, в целом, очень и по цвету, и по цвету, здорово. Так, ну, давайте посмотрим на вторую работу автора, вот, два таких, сетюда, я понимаю, Михаил, это было сделано точно за стрим, или этюд был сделан за стрим, а все остальное это, ну, дополнительные работы. Джордж, можешь сказать свои комментарии по поводу этих работ? Классные, классные пропы. Кто? Проклы? Пропсы? Пропсы, да, это же Пропс. Пропс, да, да. Пропы, когда делаешь, это зависит от контекста, где это будет использовано, поэтому так сложно, что-то отклонентировать. Мне кажется, независимо от контекста, просто как что-то видишь, то можешь говорить, мне кажется, проблема та же самая, вот проблема касаний, то, что все живцы видно вот здесь, что тоже все касания очень мягкие, вот, не хватает где-то жестких моментов, для этого можно пользоваться инструментами фотошопа, там, выделением, как скотч, живо себе заклеить и где-то четко провести границу. Видно, что тут не использовано было выделение, скорее всего. Ну, возможно, да, возможно. А нет ощущения, вот по цвету первая картинка, она какая-то суперядерная получилась, это сочетание синего и зеленого, ну, прям для меня это такой вот... Да-да-да, живы все помнят, всегда говорили, что никогда нельзя зеленый писать зеленым. Всегда нужно искать с которым какую-то сложность, какую-то разность, разные зеленые, там, разные трава, листва, они будут все равно по-разному цвету. Да, и вот сама, ну, если, допустим, рисовать силуэт вокруг дерева, вот эта такая земля или какие-то кусочки, там, не знаю, что-то, скала какая-то, они сейчас очень фрагментарно смотрятся, и я бы на самом деле даже, может быть, их не добавлял, поскольку они не создают, они создают окружение, но при этом они создают очень такой назойливый, назойливые пятнышки вокруг этого дерева, но вот если их не будет, мне кажется, будет даже лучше, вообще, в принципе, дерево можно оставить даже без, ну, без какого-то, без земли, без всего, вот просто, наверное. немножко создают эффект, как будто это дерево выдернул великан, и оно висит с пусками земли. С корнями, да? Которые немножко, да. Ну да, вот мне камушки больше нравятся, чем дерево, потому что дерево тут, вот самое первое, что представится, глаза даже не силуэт, а вот этот контраст синего и ярко-зеленого, вообще такого прям в лоб, вот тут надо, конечно, смотреть теорию цвета, немножко изучать, там ничего-то делать, именно на копии, вот, потому что вот здесь с цветом надо работать. Ну, камушки такие тепло-холодность, в принципе, симпатичные у них, как пропсики такие, забавные получились, мне кажется. О, тут, блин, даже, ну, вот это явно сделано не за стрим. Посмотрите, ребят. Ну, тут можно оценивать, не знаю, композицию скорее. Что у вас отображается? Да-да-да, я вижу. Да-да-да. Так, ребят, какие у вас? Офигенная работа. А, ну, все? Офигенная работа. Поехали дальше. Мне кажется, все замечательно. Может быть, немножко не хватает плановости. Я не слышу свой голос. Плавовости. Я не слышу свой голос. Короче, да, мне кажется, не хватает немножко плановости, то есть переднего плана. Тут есть четко средний план и, наверное, тайный, и с этим деревом. Ну, и плюс то, что бросается в глаза, это вот три одинаковых, абсолютно этих могилки на переднем плане расположены. Все три одинаковые массы, все три на одинаковом, даже четыре, там, даже четвертым на таком же расстоянии расположены. Я бы какую-то сделал прям мега крупную, мега на переднем плане просто же какую-то разницу дать. Да, тогда бы вход прям в композицию большой, начиная с большой такой могилки, потом все остальные бы уже были, тогда бы создалась плановость точно. Ну, по цвету, конечно, прикольные, вот эти эффектики такие на дереве, такое прям золото на дереве, и вот этот эффект того, что это точечное, какой-то луч света, который из тьмы проходит, прям очень здорово. Ну да, вот действительно, я могу тоже сказать, что могилки, это вот их пересчет, их одинаковость массы, она очень передний план аскудняет, он становится очень таким, ну, скучноватым. Есть еще рыцарь, ребят, есть вот такой рыцарь, черно-белый. Лёва, Лёва. 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 Слушай, я должен что-то сказать. Ну, ты можешь сказать, что все круто, и поехали дальше. Мне кажется, мне кажется, очень сильно бросается в глаза вот силуэт этой Горыны, прямо по центру. Очень бросается в глаза, что он такой немножко ненайденный. Я бы еще этот силуэт поискал, конечно. В нем все тоже все величины, они примерно равны. То есть угол нисходящий, угол освещенный. Подожди, я не... Блин. Я обычно по зуму типа рисую, значит, как у себя она таит. Здесь... Полудится. Да. Короче, этот трюбоник, который она образует в Мироху, две стороны его примерно равны. И вот эти две люди, которые снизу идут, они тоже примерно одинаковые. Вот. Мне кажется, это Мироху. Тебя не смущает то, что рыцарь находится прям вот ровно-ровно на половине композиции. Он еще спорит с этой горой. Да, он спорит, да, и они оба находятся примерно по половине. И вот этот момент, что глаз опять же какой-то как будто у него достаточно динамичный взгляд, он смотрит куда-то вдаль. Но при этом он находится на половине холста, и ощущение, что он стопорит, как будто он такой пум-пум-пум. Я думаю, тут еще играет роль то, что еще солнце вот это, которое за горой, они на одной линии стоят. Солнце, гора, и человек. Если бы он еще как молился, может поднимал руки вверх, это было как-то очень символично может быть показывая солнце, но в данном случае получается, что он просто посередине холста. Вообще, когда закрываешь правую сторону картину рукой, сразу после вот этой горы, что в центре, то она становится гораздо на мой взгляд. Ну, даже, по-моему, вишний кусок. Мне кажется, вот так даже мне кажется, будет лучше. Вот. А, ты левую отрезаешь наоборот. Ну, левую. Ну, в принципе, да, почти равнозначенную. Мемышка живет с моей жизнью. Вот, в общем, вот таким образом, вот даже вот так сделать. Уже какой-то вот, смотрите, смотрите, ребят, уже мне кажется ощущение, что есть какой-то вход в композицию, есть какие-то вот, то есть, прямо совсем классический получается сюжет. Такой библейский немножко. да, библейский, какой-нибудь там крестоносец пытается дойти там до земли, обетованной. здорово. Если еще сдвинуть солнце левее за левую гору чуть-чуть, от другое получится. Ну, да, в общем, можно словесно так сказать. Так, прикольно. Вообще, технически работы прикольные. Вот, кстати, еще одна работа того же самого автора. Технически они сделаны круто. То есть, здесь я вижу, что использованы 2D, использованы всякие эффекты, там, отражения. Ух ты. Да. Круто, круто. Всякие вот такие отражения, штуки вот такие. Ну, тут, мне кажется, не знаю, у вас есть какие-то предложения, дополнения по этой работе? Ну, по этой. Нету? Мне кажется, все здорово. Может быть, не хватает какой-то силуэт города. Сейчас очень замкнутый получается и какой-то не хватает еще дальше вот продолжения этих планов, может быть, какие-то огоньки на заднем плане, может быть, супердальнего плана хватает. Ну, и на переднем плане вот машина, это в ней тоже сейчас, мне кажется, не хватает проработать именно в самом переднем плане. Хочется прямо А не хочется огни зажечь задний день машины? Ну, что-то сделать, может быть, какие-то блики, может быть, блики от города с таким силуэтом ее сделают белым. Просто какой-то не хватает проработки. Слушайте, ну да, согласен, такой кибергород, здесь можно на переднем плане что-нибудь, не знаю, какие-нибудь штучки добавить. Но, в принципе, сама работа такая, ну, мне кажется, грамотное сочетание 3D, то есть, оно не бросается в глаза сильно, но при этом видно, что в Иоанне все достаточно аккуратно. Вот, кстати, еще одна работа, мне сказали, что эта работа имеет сюжет, вот, так что посмотрите. Я не знаю, как, ну, видимо, первый, второй, третий слайд, что-то происходит, я не знаю, я ближе не знаю. Можно чуть-чуть поближе каждый слайд посмотреть, там что-то интересное наставлять. Первый, второй слайд немного похоже, а третий слайд это девушка. Потому что напоминает чем-то по, этого, бегущего по лезвию второго, второго, 2040, 2049, да, 2049, да, чем-то по какому-то атмосфере, не знаю, вот эта девушка, которая, немножко, экран, экранного типа. Улысы. Как будто это тоже 3D? Я думаю, что да, потому что, ну, если приблизитесь, это похоже на 3D, по такому немножко рендеру такому очень жесткому, но я не знаю, не буду точно это ждать. Последний кадр, что происходит, эта девушка, она оживает эта голограмма, не знаю, и он, не знаю, убивает сначала своего друга, а потом убивает сам себя. Ну, может быть, не друга, коллегу. Экс Макина, Побег, Вкусный интеллект. Она победила. Откуда? Че-че-че? Ну, Экс Макина, знаешь, такой фильм, кто-нибудь смотрел? Экс Машина, я не знаю, по-русски. Там, типа, ученый, а-ля основатель гугла какого-то, он создал искусственного робота, девушку, и привез к себе какого-то чела, который выиграл билет к нему. Просто, типа, привез изучать, по-моему, изучать искусственный интеллект, что-то такое, и в итоге эта девушка, типа, он ей задал программу, чтобы она сбежала, и она в итоге сбегает, типа, и уговаривать его убить этого основателя своего создателя. Очень интересный фильм. Че-то знакомый сюжет, это что-то подобное? Экс Макина, кажется, переводится, как из машины. бог из машины, Экс Макина. Ну, да. Слушайте, но по этой работе не знаю, что можно сказать, но она как бы самодостаточная, здесь явно сделанная, тоже не за стрим, вот, ну, забавно, забавно получился сюжет, прикольно, хочется, хочется кардинетражку увидеть. Очень круто. Давайте посмотрим на следующую работу. Слушайте, а вот это еще, а, так, это потом, ладно. Вот, вот это явно сделан за стрим, скетч, инвертированный, такой прям пейзажик, пейзажик. Как вам? Очень здорово. Мне кажется, если добавить чуть-чуть воздуха в эту работу, то есть на референсе явно видно, что там такая голубая дымка, чем дальше, тем более вся голубая становится. Тут очень сильно на передний план рвет этот угол, причем очень такой агрессивный по форме. При этом передний план, наоборот, более высветлен. Поэтому, мне кажется, на переднем плане можно более контраста добавить, на заднем все, добавить эту голубую дымку. Существует, да? Воздушно-пространственную перспективу сделать, поскольку эта скала, она прям очень-очень активная вот эта на заднем плане, из-за этого нет ощущения действительно пространства, которым видим, когда у нас ясное небо, хотя это не очень ясное небо, но в общем, когда нет жестких облаков, то да, я согласен, что здесь нужно. Еще я бы, конечно, проработал немножко хотя бы, не знаю, скалу саму, чтобы она не была такой монолитно затертой, а чтобы она немножко как-то вот вот эти отложения, не знаю, или вот рубцеватость, которая есть в скале, чтобы она была более проявлена. Роб, хочешь что-то добавить? Я бы немножко справа подрезал бы формат, потому что она сейчас, на мой взгляд, тоже стремится к центру, но не в центре, и это создает какой-то, лично у меня создает какой-то напряг. То есть она вроде как не в центре, но очень рядом с ним, и хочется и вот туда, либо сюда ее как-то. Вот, я бы чуть-чуть просто справа подрезал бы буквально сантиметр-полтора, между два. Так прикольно, конечно, лихо. Да, вот, ну, мне передний план, кстати, передний план прикольно получился, и облачка такие по приемчику тоже симпатичные получились. Зеленый, правда, вот слишком откровенно зеленый, то есть его так много, и он такой зеленый, ему надо либо какой-то противовес цвет брать, какой-то более, который его немножко будет, ну, как бы подавлять чуть-чуть, либо делать все остальное очень нейтральным, а это как бы делать действительно активным, так как, как такая, ну, поляна, освещенная ярким солнцем. Но вот сейчас какое-то получается немножко промежуточное состояние, и зеленые активные, и другие цвета активные тоже, и как-то они друг с другом не сильно работают. Те, я бы сделал, может быть, даже по контрастному вот эти, которые вот от горы идут, вот, и, может быть, более фигурными сделать. Там вот эти холодные оттенки камней пошли, они, мне кажется, очень темные были бы, побольше холодного оттенка сюда, чтобы не был слишком откровенный везде зеленый активный. Вот. Вот это работа того же автора, который делал вот эти вот штуки с Моисеем, там, и со всеми такими ребятами. Тут, тут уже, кстати, тоже с могилами, между прочим, очень могильная тема. Крестоносцы, лошадь и могилы. Мне кажется, это фотобаш, кстати, ну, по этому, судя по лошади. Как вы думаете? Сложно сказать. похоже. Может быть, технически как бы разница, а вот именно по композе, может, по каким-то ошибкам, что можно сказать в этой работе? Мне кажется, что все здорово. Может быть, не хватает какого-то общего освещения. Явно вот это, почему бросается в глаза, что это фотобаш, то есть явно это лошадь, она выпадает из этого мира немножко и не соответствует освещению. Плюс по масштабности тут есть небольшие проблемы с тем, что сейчас лошадь, мне кажется, кажется, чуть-чуть не того масштаба, как будто она вниз чуть-чуть. Да, да. Вот. И если сравнивать ее с этими могилами, могилы, то там кажутся слишком большими. И плюс они тоже все, как в предыдущей работе с могилами, они все очень одинаковые, как будто один тот же паттерн такой. Мне кажется, что это даже фотография, в которой встроен рисунок. То есть это не совсем фотобаш, это даже не фотобаш, а вот именно фотография, которая встроена. То есть это не количество разных фотографий по ощущениям. Потому что перспектива гробов, она понятная, а вот все остальное, которое вписано в эту перспективу, оно как будто здесь где-то несоразмерно. И вот по освещению с тобой согласен абсолютно, что как будто смотри, у него есть задний нын, у которого есть огонь, от него поедет свет от огня. Но почему он так сильно влияет на переднего рыцаря, который стоит как бы за метров 10, 5 может быть метров от него, от этого рыцаря. То есть такого света, наверное, яркого не будет на этом рыцаре, который смотрит на того, который крестоносец. Вот. и лошадь тоже какая-то получилась очень большая, освещенная почему-то справа очень сильно. Откуда свет такой яркий? Ну, в общем, короче, тут с освещением наверное проблема в основном. Вот. Так что так, а так картинка в целом так и смотрите обобщенно и нормально выглядит. Так, вот, ох, какой яркий пейзаж получился по сравнению с предыдущей работы, такой ночной, такой прям жизнерадостный практически акварельный пейзаж. Джош, давай традиционно с тебя начнем. Как ты оценишь поработать? Очень криво и живописный пейзаж. Мне кажется, что сейчас по цвету немножко есть спор между этим активным желтым внизу и зеленым зеленой листвой слева. наверху. Ну и плюс вот тоже мне просто с познаниями большие проблемы с касаниями, но мне кажется, для двух часов это очень хорошая работа. Плюс вот эти, а еще хочу отметить, что вот эти ритмы на бэграунде ритмы листвы, вот эти барашки, они очень повторяющиеся тоже просто с поза. да, есть такой. Может, это была даже сделана и одной кисточкой и потом повторено один тот же прием. Я с тобой согласен, по цвету прикольно. Есть, мне кажется, проблемы с передним планом, в плане того, что задний план четко очерчен, видно, что он задний, а вот передний план тут какая-то каша получается из того, что есть такой активный уход в такую живопись, такой импрессионизм, но при этом все-таки сама картинка, она скорее про пространство, она про пространственную живопись, и вот из-за этого передний план кажется съеденным, потому что он непонятен, может быть, на переднем плане что-то нужно нарисовать, не знаю, какую-нибудь лягушку вот здесь в воде, вот, и очень-очень получаются такие навязчивые, полукруглые, вот эти водные, эти, ну, вода нарисована полукругами, полукругами, вот, очень навязчиво заворачивается, в общем, мне кажется, что вот этот момент я бы где-то успокоил, где-то сделал, может быть, более прямую воду, что-то. Так, ну, если Роберт мне ничего добавить, тогда переходим дальше. Ох, там такой сельский, получился этюдик, такой типичный деревенский этюд с деревней и с петухами. Кстати, вот Павел написал, что он сделал этот этюд Mixed Media, кстати, это традиционная живопись, доделанная в фотошопе. Фигарант. Да, слушай, Джордж, вдохновился нашим стримом человек и сделал, написал. Здорово, здорово. У нас был чувак, который рисовал акварелью и карандашами, я помню, и потом фотографировал. А помнишь, кто-то делал аппликацию с бумаги вообще? Аппликацию с бумаги даже делали люди. Господи, как круто. Вообще, за два часа сделали там аппликацию, здорово. Можешь сказать свое мнение по поводу этой работы? Мне кажется, что как традиционная работа вполне закончится. Единственное, что, наверное, вот этот синий очень сильно выпадает, если учесть, что это солнечное освещение. Тут в тенях, мне кажется, активно синий и красный здесь работают. То есть как будто это в другой реальности живет. Если этот момент чуть-чуть пригасить, то вполне закончено. А вот тебя не смущает, куры и петухи, они не слишком, они активны по такой яркой обводке, знаешь, они там введены черным. Нет? Нормально? Слушай, да не знаю, даже на самом деле они сидят как в общей стилистике. Я слава сказать так. Ну, на мой взгляд, они очень такие активы. Если бы я это делал, я бы, наверное, сделал более, чтобы они композиционно больше работали, самое главное. То есть сейчас они композиционно как-то особо не сидят там просто и все. То есть да, они обособлены. Вот курица, которая белая, на фоне синего здания, одна в тени, она работает там очень хорошо. И она там работает явно потому, что она работает там композиционно, она сделана там силуэтом очень грамотно. А вот эти, которые внизу, явно не совсем понятно, как их делать, потому что композиционные проблемы подсутствуют. Слушай, ну да, я согласен. Роб, ты что считаешь по этой работе? Меня вызывает какие-то странные ощущения сама плоскость, на которой трава, она вроде как горочка, да, но иногда создается ощущение, что она просто, что это просто перспектива, что она на уровне, условно говоря, глаз просто как-то вывернуто, что ли. Короче, не могу как-то прям вот выразить, что конкретно меня смущает, но просто что-то, что-то не то, на мой взгляд, с травой, с плоскостью, как она расположена. Можно было бы, мне кажется, дать какие-то подсказки зрителю, что это очевидно, подъем какой-то наверх, потому что для меня немножко неочевидно. С помощью лестницы какой-нибудь, какой-нибудь тактист? Либо лестницы может быть там какие-то, может быть, стоило просто этих петушков с курочками больше травкой закрыть, чтобы понятно было, что они в траве стоят. Ну, не знаю, что-то из этой области. А так, конечно, прикольно, живописно. Ну, да. Ну, в общем, вот, да, такой будет комментарий. прикольно, что это сделано в акрилом, маслом, гуашь, ну, похоже на масло. Вот, это прикольно, похвально. Да, класс. И последняя работа, которая является работой Джорджа. Слушай, Джордж, скажи, что здесь, что ты пытался здесь изобразить? Это какой-то завод или что это? А, блин, твоя работа. Блин, чай-то работает. Человек не должен работать в Москве вообще. Это похоже на какую-то штуку из фильма «Чужой», когда Ритмли выкручивают стержни. Если кто помнит, первую часть. На самом деле я решил сделать работу для фон, для нашего фильма персонального. фонарда делаем. Это только начало. И я просто решил взять какой-то из фонов. Да, это завод. Такой индустриальный пейзаж. тизер получился небольшой сегодня. Это работа просто как я бы ее вел, если бы у меня были все 70 часов, чтобы сделать. фонарда не даже рассчитал 70 часов, ничего себе. Слушай, Джордж, круто. Я понимаю, ты будешь это все дорабатывать, заканчивать еще там в течение 68 часов. Ну, что я могу сказать? Начало положено. Интересно, ты делал это, ты говорил, что у тебя есть референция справа, на другом мониторе. Сейчас у меня на другом мониторе чужие работы. Ребят, которые сегодня рисовали, я думаю, и на втором мониторе моя работа, и я думаю, блин, неужели я вообще комментирую все есть работы? Да, ладно, все нормально, мы общались, все хорошо. Так всегда там, блин, у нас был чувак, который вообще, ну, то есть, гость, который вообще ничего практически не успел нарисовать за стрим, вот, ну, нормально, мы же сейчас не, скажем так, не на Олимпиаде, где мы показываем свои способности в определенный какой-то прожжеток времени, поэтому здесь важен твой опыт, мы все знаем, как ты рисуешь, поэтому все нормально. Это скетч, он, как бы, начальной стадии, ты же не обязательно должен был сегодня, ты же не обещал всем, я сегодня нарисую точно работа, которая вам всегда... Да, я же еще снимаю. Я тоже немножко, ну, это типа было с наказом, ну, ладно. Слушайте, ребят, ну что, мы на сегодня тогда заканчиваем, наш стрим уже длится два с половиной часа, обычно это время, которое, которое мы обычно там, не знаю, два часа, не более, ну, в общем, мне кажется, стрим был интересный, всем спасибо, кто участвовал в нашем, в нашей дискуссии, писал комментарии, скинул свои работы, обязательно, обязательно лайкайте, кстати, вот, да, я забыл сказать, обязательно лайкайте стрим, подписывайтесь на Джорджа в, во всех сетях, вот, ссылочку я в конце стрима обычно оставляю, вот, и, кстати, не забывайте нажимать рекомендовать в паблике, вот там есть, ревнаточка, рекомендовать в паблике, это, кстати, тоже очень продвигает, вот, наши стримы. Джордж, спасибо тебе большое за компанию, спасибо, что рассказал нам, много интересных вещей про себя, про работу, вот, спасибо, Роберт. Да, спасибо вам за компанию, ребята, как обычно. Спасибо, ребята, спасибо, Роберт, Ренат, что позвали, всем, кто смотрел. Ты хочешь что-то еще сказать, какие-то, может быть, есть, комментарии? Да, я хотел сказать, блин, а то есть стрим, было все обо мне, меня, меня, меня спрашивали, я таким спросил, что вы, ребят, делаете, Ренат, мы целый год, я не знаю, или сколько, даже не знаю, сколько лет, 4 или 5 лет не общались, я хотел узнать, вообще, как ты, что ты делаешь? Блин, мы просто прощались уже на стриме, давай так, давай, 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 после стрима я тебе расскажу, вот, может быть, мы создадим уже отдельный стрим, ну, в смысле, как бы, сделаем еще стримчик, где я тоже расскажу немножко про себя. Вот, ну, на сегодня мы тогда заканчиваем, ребят, всем пока, вот, до следующей недели. Всем пока, все молодцы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok